А это точно девочки? Все, ну, в общем, с тачкой проблемы будут, обращайся, адрес запомнил. Зин, почему так долго? Ты же сказала, пятнадцать минут. Мы опаздываем на полчаса, в банк надо успеть еще. Сегодня кредит дают, и надо завтра в мастерскую начать выплачивать. Все нормально? Ты не волнуйся, Зин, не волнуйся, все будет хорошо. Я тебе обещаю, вначале, конечно, трудности будут, но сына поднимем. Все будет. Что? Точнее, две. Федь, у нас будет двойня. Девочки. Какие девочки, Зин? Какие девочки? Ты мне обещала, что сын будет. Черт. Феденька, ну я же не виноват. Черт. Ну ты же мне сам рассказывал, что у тебя в роду двойни были. 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 И как жили, Зин? Обноски носили. Мы каждую копейку считали. Черт. Какие девочки. Какие нафиг девочки. Федь, не чертыхайся, сглазишь еще. Феденька. Ты знаешь, сколько это бабла стоит? Ты знаешь, я вообще на эти роды согласился, только потому что ты мне сказала, что пацан будет, потому что сын Зин – это нормально. Черт. Девочки. Какие девочки. Ну подожди, Федь. Ну давай обсудим. Кирилл Алексеевич, ужин подавать? Да, я думаю, чуть позже. Спасибо. Спасибо, Валюш. Так что врач сказал, на этот раз все по плану. Срыва быть не должно. Может, все-таки ляжь на сохранение, а? Я договорюсь, с лыше клиникой, а? Сплавить меня хочешь, да? Да уж нет. Муж должен быть под контролем. Ну, слушай, не перестань ничего ты. Я ж правда волнуюсь, я… Все-таки четвертая попытка уже. Ну, ты знаешь, у тебя сердце слабое, если что, то… Никаких, если… У меня кардиограмма хорошая. Ну, в пределах нормы. Узнаю бы еще эти пределы. Этого ребенка я рожу. Кстати… Что это? Результат УЗИ. Чудеса науки, а? А чего он ручкой не машет? Ну, папе мог бы и улыбнуться, и… Сказали, кто? Я попросила не говорить. Мне все равно. Не хочу ничего знать. Главное, чтобы он был здоровый. Ну, смотри, Палыч, масло свеч поменял. Тормозные колодки можешь есть еще полгода, ни о чем не думать. Сцепление, ну, сам чувствуешь, да? Месячишка протянет. Так что побегает еще твоя Бэха. Ну, я бы на твоем месте, да с твоим доходом, все-таки взял бы себе что-то менее универсальное. С характером. Пооригинальнее. Чтоб под клинику подъехал. И все девки твои. Ой, ну хоть ты не подкалывай, слушай. Это вот добра у меня валом. Да-да. Я Югуарчик хочу. Да, даже присмотрел. Да цена кусается. А то он и зверь, чтоб кусаться. А у меня ведь со всеми бартеры. Услуга за услугу. Ты ведь тоже хочешь жену ко мне в отделение определить небось, а? Палыч, ну мы же с тобой договаривались. У тебя вон клиника классная, и ты доктор надежный. Ну вот на том, давай порешим. Давай. Так что видишь, шелест купюр мне только снится. Ну, хоть так. А мне вон кошмары снятся. Опа. А это что еще? Да. Ты же скоро потомством заведешься. Что за настроение-то, а? Да думал, сын будет. Я вон кредитов набрал. Хотел свою мастерскую открыть. Так, и что? Ничего. Сузи жена пришла, а там двойня. Две девочки, понимаешь? Две девочки сразу. Кошмар какой. Федь, ты не гневи Бога, а? Нельзя так одеть их. Беду наклечешь. Сейчас посмотри, что с экологией творится. Я патологий вот так насмотрелся, на маленькое кладбище хватит. Сейчас твоя задача, чтобы дети были сыты и здоровы. Вот твои самые главные планы. Ладно. Так что молчи и радуйся своей бэхе. А ты молчи, Палыч, и радуйся своей бэхе. Спасибо. Слушай, а если я тебе этот ягуарчик привезу как эксперту, то сможешь цену срезать? Давай. Это мы можем. Но ты ж понимаешь, как эксперта-то… Понимаю. Сделаешь, буду у тебя в долгу. Отлично. Давай к шести сегодня и пригоняй свой ягуар. Договорились. Сделаем с твоего зверя кошечку. Спасибо. Вот интересно, кого он назначит твоим помощником, а? Ну, кого-кого. Конечно, Исаеву. Держи. У Оленьки лучшие проекты по ландшафтному дизайну. Кто бы сомневался. Держи, это тебе. Спасибо. Не за что. Ну что, коллеги? Отель в Египте. За нами европейский ландшафт пятьдесят гектаров. Я вас поздравляю. 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 Оля, зайдите ко мне. Да. Ну. Присаживайтесь. Что я говорила? Ребят, пятьдесят гектаров. Работы всем хватит. Я поздравляю вас, Кирилл Алексеевич. В наше время такой заказ, это просто… Ну, вы… Вы просто молодчина. Короля играет Смита. Придел совсем потрудиться. А в первую очередь, вам Оленька. Я очень рассчитываю на вас. На ваш стиль. На ваш вкус. А главное, на чувство мира. Вот, посмотрите. Это их наброски. Ну, это то, что они хотели бы видеть. Но, зная ваши возможности, вы превзойдете их ожидания. Я благодарю вас за доверие. Я буду очень стараться. Оля, у меня… А давайте выпьем по двадцать капель. А то у наших партнёра они практически вискарик уговорили. Нет, честно, я даже не притронулся. Ну, сейчас-то можно. А, давайте. Давайте. Сегодня прекрасный день. Прошу. За вас, Кирилл Алексеевич. Я знаю, как долго вы ждёте ребёнка. И вот пусть это… Так уже. Уже, Оленька. Полёт проходит нормально. Я вас поздравляю. Спасибо. Это замечательно. А знаете что, я вам могу такую комнату детскую спроектировать. Будет просто отпад. У меня как раз диплом по детским. Оля, моя жена заранее ничего не хочет делать. Она даже на УЗИ попросила не говорить, кто мальчик или девочка. Всё-таки у нас четвёртая попытка и столько лет ждали. Ну… Сейчас покажу. Первая фотография. Ну-ка. Боже мой, какой хороший. Это же мальчик. У вас сын. Как, сын? Как вы рассмотрели? Тут ничего не понятия. Ну как, Кирилл Алексеевич? Ну тут же видно. У меня глаз на детали намётаны. Я вас поздравляю. Только… Пусть будет сюрпризом. Ну да, да. Железно. Ну, я, наверное, пойду, посмотрю, что они там предлагают и… А вы до завтра успеете с предложением? Обижаете, шеф? Сегодня. Сегодня ждите. Спасибо. Ну, ясно, ясно. Понятно. Ладно, подержи. Понятно. Помыл, да? Конечно, помыл. Ну да. На мойке экстра-класса. Месяц, как из Германии пригнали. А пробег вообще почти на любой. Так, про пробег давай вообще не будем заикаться. Я тебе любой нарисую. Палыч, ну смотри, в общем, салон точно перетягивать надо будет. Кожа явно подустала. Не, ну, немножко износилось, но коллекционный автомобиль… Да-да, это в Германии все, что выкинули, у нас автоматически коллекционным становится. Простите, а вы, собственно… Петр Курбатов. Я за десять лет в этих железячках наковырялся, знаешь как? А он как доктор. Во внутренностях, простите за сравнение своих дамочек. А уж утопленника, так я замелючу. Понюхайте в салоне. Не стесняйтесь, понюхайте. Гнильцой потягивает, чувствуете? Ну так это же дезодорант, называется морской бриз. Дезодорант? Скис ваш, бриз. Сами вешали или был уже? Да нет, был когда пригнали. Ясно, вопросов нет. Палыч, ну в общем смотри, два крыла менять надо будет. Рихтовали, но очень коряво. Морда ползет, удар был что ли, вообще капот на место ставит. Так, ну это по мелочи, да? Вот это моя любимая. Смотри. Че там? Сделано. Да ладно, в совке что ли? Это что-то копейки. Тюнинговано, так сказать, фарами советского автопрома. Господа, извините, говорю все как есть. Пошел, время, деньги. Мужики, да вы это, ну че, ну автомобиль хороший. Да я вам уступлю. Да ладно, вдвое что ли уступишь? Ну вдвое. Поговорим. Не спеши. Спокойно, спокойно. Не волнуйся. Все будет хорошо, слышишь? Все будет хорошо, я договорился. Доктор надежный. Рожать будешь как королева. Аккуратно. Спасибо. Там вы поаккуратнее. Вот возьмите. Федь. Все нормально. Папочка, а вы с нами не едите? Работать надо. Двойне на носу. Давай, Зина. Ну я ж говорил, на сохранение надо было. Ну чего дотянули-то последние секунды? Нормально все. Точно? Да, только вот сердце. Сердце? Ничего, ничего, сейчас. Сейчас уж доедим скоро. Держись. Тушься. Тушься. Еще разок. Еще немного. Ну что там у вас? Плот не выходит. Потуги прекратились. Ребенок задохнется. У нас считанные секунды. Что у вас? Остановка сердца. Бригаду кардиологов. И Плотникова позовите. Срочно. У ребенка асфиксия. Начинаем откачивать. Ну давай, давай, давай. Зиночка, отлично. Тушься. Тушься. Давай. Нет, 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 еще. Отлично, молодец. Умница, умница. Отдыхай. Хорошо, подыши. Сейчас еще раз. Давай. Давай. Тушься. Давай, давай. Ай, ты моя умница. Первый пошел. Молодец, молодец. Хорошо, отдыхи. Пара минут у тебя есть точно, да. Девочка моя. У нас тяжелый случай, нужна помощь. Мы сами не справляемся. Быстрее, пожалуйста. Я вам кто, многостаночник, что ли? Отдохни в солнце, все будет нормально. Я сейчас вернусь. Второго сама примешь. Хорошо. Девочка моя. Отдыхай. 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 Спасибо. Ничего не выходит. Шанс есть? Нет. Похоже, нет. Давай. Давай. Давай, ну же. Мать, почему? Да. А ребенка? Вряд ли. Почему он не кричит? Почему? Все впереди. Не, ну за будущее не надо. Молодец. Вот и все. Вот так. Хорошенькая. Тихо, тихо, тихо. Вот так. Хорошенька, тихо. А-а-а-а. А-а-а-а-а. А-а. Выпить хотите, Кирилл Алексеевич? У вашей жены острая сердечная недостаточность Я думаю, вы и сами об этом знаете хорошо Бригада опытная боролись до конца Вот здесь все описано Если хотите, можете, конечно, оспаривать Но по части гинекологии было все, как говорится, в пределах нормы В пределах нормы В пределах нормы Доктор, я прошу только жене ничего не говорить Не понял Это убьет ее Послушайте, ну, пару дней мы подержим ее в неведении, а дальше что? Это убьет ее, я знаю Я потерял ребенка и не хочу еще потереть шуму Да, жизнь иногда бывает жестока Кому-то двойня в тягости, а тут такое Кому двойня в тягости? Не обращайте внимания, это я так, к слову просто В соседней палате двойня родилась Отец категорически против, не знаем, что делать Послушайте, Олег Павлович А что если Олег Павлович Я, я гарантирую юридическую поддержку Я, я заплачу любые деньги Вы успокойтесь, я сейчас позову сестричку Перестаньте, не на ничего, успокойтесь Вы только что сказали, что в соседней палате родилась двойня, так? Родители против, так я, мы возьмем этого ребенка Вы ничего не скажете моей жене, просто принесете его, как нашего Вы с ума сошли Послушайте, доктор Олег Павлович Я сейчас серьезно говорю Я сейчас в пределах нормы Что не так сказал? Родители против ребенка А у нас нет ни одного Моя жена, она не переживет просто этого Я гарантирую юридическую поддержку У меня есть деньги У меня есть связи Послушайте меня Пока не поздно Сделайте доброе дело И это будет правильное решение для нас всех Правильное решение? Да это уголовное дело Хорошо? Все проблемы я беру на себя И уголовные тоже Звонят мне Тихо, мужики Палыч звонит, доктор Да? Да, Палыч, что там? Как, Зинка родила? Все чики-пики? Все ясно Родила Ну, Палыч, мы к тебе не сомневались Спасибо тебе, дорогой С меня, как говорится, причитается Да? Что говоришь? Ну, тихо, тихо Я с доктором разговариваю Ну, подожди, дай Тише, я с доктором поговорить должен Да, я что-то не пойму, Палыч Ты что, говоришь так? Как это можно? Извините, привет Сейчас, подожди, поговорить надо Я придам, придам Палыч, ты... Я не понимаю Ты шутишь, что ли? Ну, так что, давай, набивай Ну, что, давай Ну, что, давай Не томи, кто родился? Степаныч, за кого пить будем? Что? Девочка Как, одна, что ли? Одна Ты же говорил, двойня у тебя А? Умерла вторая Как померла? Асфиксия, сказали Ох, и горе какое А где вторая девочка? Чуть-чуть-чуть, Зиночка Крепитесь Тяжелый случай, асфиксия Ребенок был в реанимации Клиника берет все на себя Вы только не волнуйтесь Я вам не верю Я слышала, как она кричала Я хочу ее увидеть Где моя девочка? Где моя ребенок? Где моя девочка? Я хочу ее увидеть Я спокоюсь, спокоюсь, спокоюсь Вам, честно, нужно думать о живом ребенке Причала Я слышала Посмотрите Вот она кричит Вот она кричит Моя девочка Улыбаемся Ну все, спасибо большое Спасибо вам, спасибо Аккуратно Аккуратно Ну все, домой А это все из-за тебя Ты не хотел вторую девочку Вот она и Прости, Зин Садись Друзья, я очень благодарен вам всем За то, что вы сегодня пришли Мы это событие с женой ждали очень много лет И Наконец-то это случилось У нас дочь И мы ее назвали Алина Сейчас ее высочество отдыхает Поэтому поздравления принимаем мы Поздравляю вас Спасибо 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 Я Поздравляю вас И желаю От всего сердца Чтобы Ваша девочка Стала Самой счастливой на свете Спасибо А вы Кирилл Алексеевич Были счастливы В окружении Своих любимых женщин Спасибо Тебе нравится Очень Это очень красиво Очень красиво Спасибо, моя родная Ну Беги в школу Обещай, что ты выздоровеешь Обязательно выздоровлю Валюш Да Останься на минутку Ага Алиночка Ты иди одевайся А я сейчас приду Давай я подушечку поправлю Опирайся Ты с нами уже столько лет Как родная Я знаю, что хотела тебя попросить Если вдруг Ну Если вдруг что Ты Присмотри Присмотри за Алинкой Что значит Присмотри Лерочка Что за настроение Я даже слушать не хочу Ты Послушай меня Я знаю, что говорю За год Это уже Пятый Крис После шестого Я могу И не выкарабкаться Ну вот зачем Ты это сейчас говоришь Ну зачем ты беду накликаешь Я не накликаю Пообещай, что ты Присмотришь за Леной И за Кириллом И не оставишь их Ты только пообещай мне И мы забудем этот разговор Я обещаю А так Где оно А, вот Здесь у нас Сауны Целый комплекс Причем разные И видов так пятнадцать От баньки по черному До марокканской На ароматизированном пару А из каждой Будет идти проток В открытый бассейн С подогревом Так Дальше Кирилл Кирилл Алексеевич Все в порядке? Да, я слушаю Что? Да Мне показалось Что вы где-то В небесах парите Да в каких небесах? У Лерочки Опять Крис После первого Еле на ноги подняли А тут Пятый за год Ну как же Вы же делаете Все, что возможно Сколько клиник, сколько врачей И в конце концов Наука идет вперед А, конечно Наука После родов у нее совсем Сердце подорвалось Я же так стараюсь Я боюсь что-то лишнее сказать Чтоб, не дай бог Не расстроить Ну, конечно Жил как на мином поле Не, ну ладно я Я уж как-то привык Дочке ведь сегодня Расскажешь Она еще тот сорванец растет Каждую неделю Если не школа Так Обязательно Драка во дворе Одну боимся Отпускать ее Возвращаясь С разбитыми коленками Ну, конечно Вы же мальчика ждали Вот и получился сорванец Да не волнуйтесь вы так Перерастет Мальчика Ошибочка вышла А я, кстати Кирилл Алексеевич Разработала новый проект Комнаты для Алечки Девочка выросла Пора менять антураж Это хорошо Ну, это хорошо, правда А ты можешь вечером заехать? Ну, Лере показать Ну, конечно Ну, это просто ей пойдет на пользу Оно и сейчас оторвалось от жизни А так Да, конечно Ну, прекрасно С удовольствием Сауна, говоришь, да? Да Ммм, прекрасный аромат Да, твои любимые Я знаю, что ты не любишь этот праздник Ты же у нас эмансипе Но подарки получать любишь Что есть, то есть Игорюш, ты у нас настоящий аристократ Ты же знаешь Я воду перед едой не пью Я лучше борщик подожду Да-да-да, я помню Значит Борщ Отбивные Солененькое и пиво Вот именно И никаких сладостей Что еще? Что еще? Так Что еще? Хорошо Что еще? Любимый цвет Зеленый Ну, естественно Лучшие друзья девушек Это бриллианты Ну, конечно Далее Боже Как я мог забыть Коня Только попрошу заметить Не пони А кони Вот именно Коня Да, Игореш С тобой рядом страшно находиться Все прям обо мне знаешь Ну, а ты что обо мне знаешь? Пока один ноль в мою пользу Я, Игореша, тебе знаю все А главное то, что ты Напрасно меня ждешь Все эти годы Ты знаешь, просто в яблочко Взяла и убила Да ладно тебе Мы с тобой с первого курса Как родные Ну, так а что нам мешает Породниться поближе? Честно? Угу У меня другие планы Я даже знаю, какие Ты на Ольшанского глаз положила Еще тогда, когда мы у него практику проходили Хочу тебя огорчить Он семью не бросит Но вот зря это все Глупо, правда Глупо? Нет Об этом можно было мечтать лет десять назад Когда у него детей не было У него жена болеет Так что святое место пусто не бывает Так, лестницу мы и балкончик демонтируем Дадим больше свободы, пространства Девочка у нас активная, подвижная Да А это не слишком для девочки Вы так думаете? Ну, я не знаю Наполнение всегда можно изменить Вот коллекционный уголок Да Рапирует, а я так нарисовала для примера Туда можно повесить все, что угодно Ну, я не знаю Там куклы, мягкие игрушки Нет Конечно, давайте все-таки исходить из интересов девочки Да? Тем более, она у вас такая оригинальная А у меня индивидуальный подход Так сказать, чутье Тем более, что Тут клиент не простой, а очень-очень дорогой Спасибо Куклы она действительно не любит Это вы верно подметили У вас чутье на детали Да Кирилл Алексеевич тоже так говорил Но, знаете Бывают, конечно, и проколы Да-да Вот, десять лет назад Честно вам признаюсь Кирилл Алексеевич показал мне снимок чакузии Алечки Да, и вы не поверите Мне показалось, что я увидела там мальчика Мальчика? Да, мальчик Я еще помню, как он переживал в тот момент Да мы все переживали Мы всем офисом переживали Вы два дня тогда были без сознания Но, слава богу, что все обошлось И... Ой, простите, пожалуйста Да ничего Простите Да ничего, это все высохнет А я еще думаю тогда, ну как же так На узи мальчик А родилась девочка Думаю, вот чудеса какие Ну и Кирилл Алексеевич тогда тоже сказал Что это чудеса прогресса Леронька, может быть, что-нибудь еще нужно? Нет, спасибо Я думаю, вы можете все обговорить с дочерью Я пришлю вам все эскизы на почту Если что-то не так, то я обязательно исправлю Спасибо Вам спасибо До свидания Это ваше Лерочка, все хорошо? Да, все хорошо Может, пойдем ляжем? Все хорошо Все хорошо Вы до обеда вернетесь? Надеюсь Встреть Алину со школы В город едем? В город Я десять лет назад была у вас Мне здесь сделали узи И я бы хотела узнать результаты того исследования Вернее, пол ребенка Я тогда просила не говорить Да, но зачем вам сейчас это? Понимаете, доктор Вы не подумайте У нас в семье все хорошо А это как Как заноза какая-то Я очень тяжело рожала И я ничего не помню И крика ребенка я тоже не помню У меня было такое ощущение Чернота какая-то Провал А когда очнулась Все в порядке Я мужа не хочу беспокоить Снимок остался у него Может, можно как-то его восстановить? Снимок мы не восстановим Но описание должно быть в компьютере Одну минутку Вот так Вот Ольшанская Двадцать восьмая неделя беременности Плод мужского пола Без видимых патологий Все нормально Двадцать восьмая неделя Извините Молодец. Кирилл Алексеевич, примите наше соболезнование. Мы очень переживаем вашу утрату. Не до того, но не до того. Идем, идем. Оля, может, уже пора идти? Я догоню. Почему она не уходит? Скажи ей, чтобы она ушла. Я, я уйду. Я уйду, деточка. Только немного помогу вам? Я не могу. Я не могу. Ничего нам не надо. А ты знаешь что? Друзья познаются в беде. Не нужны нам друзья. Правда, папа? Да. Ну… Ура! 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 Алина… О, Алинька, нянька за тобой пришла. Будет сопельки вытирать. И памперсы тебе поменяют. Алина, Вадик, да прекратите. Так, Алиночка, перестань. Шахты. Отдай себе шахты. Отдай, отдай, отдай. Так, перестань, перестань. Я прошу вас. Ребята, прекратите. Ну прекратите. Да что ж такое? Алина, ребята, что вы творите? Ну вы же взрослые уже. Должны уже головами думать, что делаете. Пойдемте. Алина, что сглазано? Заденут? К бою. Атака справа. Еще раз к бою. Атака справа. Женя, рано защиту берешь. Так, я не понял, Женя, в чем дело? Ты что нюни распустилась, Женя? Маску подняла я к бою. Давай. Давай быстрее. Быстрее. Еще раз к бою. Атака справа. Хорошо. Умничка, хорошо. Только вот здесь. Хорошо. Вот это интересно. Смотри, вот здесь мягче тенью. Вот здесь. Молодец. Красивый портрет. Это моя мама. Красивая мама. Добрая. Ты сегодня дома нарисуешь ее портрет с натуры. Так легче передать настроение, характер. Понимаешь меня? Я не могу с натуры. Моя мама умерла. Мама умерла? Ничего себе. Извини. Извини, Алина. Я не знал. Ничего. Я уже взрослые нюни распускать не буду. Кирюш, хватит жить воспоминаниями. Сколько можно мучить себя. Давай уберем это. Мы ничего убирать не будем. И Алька постоянно ее рисует. Это наше солейное прошлое. И тебя это не касается. То есть, как это не касается? Я сколько делаю для вас, стараюсь. Алька на меня волком смотрит. И тебе это к родной и не стало. А зачем мы женились? Если ты прошлым живешь. Ты уже при ребенке начинаешь? Ну, как там на тренировках? Как успехи? Получается уже? Папа, а можно я не буду ходить на тренировки? Что значит не буду? Почему? Ты знаешь, сколько это стоит? Это куча бабла. И то тебя, Олег, взял по блату, потому что папа ему его старую клячу ремонтирует. Каждый месяц. На шару. Феденька. Феденька. Что, Федя? Ну, что, Федя? Я ведь... Я о ней забочусь. Я хочу, чтоб девочка с характером была. Чтоб могла дать отпор кому угодно. А ты ходить не буду. Будешь. Еще как будешь. Ты не понимаешь. Это элитный спорт. Жизнь, движуха. Весь мир в кармане. Пусть хоть у кого-то. Пап, я не люблю людей колоть. Так. Чего сидишь ковыряешься? Не хочешь есть? Тарелку в раковину и спать бегом. И без разговоров мне. Федь, ну правда, ну что ты из нее мальчика делаешь? Дай мне хлеба. Тот же футбол. То в пимушку ее с собой текаешь. Но я же знаю, она девочка. К ней другой подход нужен. Она рисовать любит. Шитьем увлекается. Прекрасно. Вот встань, чемпионка, и пусть шьет. Сколько захочет. Приятного аппетита. Спокойной ночи. Бей. Женя неправильно выбираетесь, эктор удара. Женя, неправильно выбираешь сектор удара. Женя, неправильно выбираешь сектор удара. Куда? Так, вернись на дорожку. Так, Женя, что на этот раз произошло? Я не хочу здесь по блату быть. По какому блату? Кто тебе такое сказал? Папа. Стоять. Ты в своем уме? У тебя действительно есть способности? Нет, не хочу. Не могу. Женя! Женя! Ладно, ладно, да, завтра хорошо. Как ты? Ну, да, немного скучновато. Ну, ничего. Я люблю тебя. Я тебя люблю. Это папа? А? Да. Папа. Папа сказал, что скоро приедет. Валентина Ивановна, что там у нас с ужином? Скоро будет готов. Да-да, через пять минут. Ну, иди руки мой и садись ужинать. Папочка, пожалуйста, не надо, не надо. Я на твоем благо. Я научу тебя слушаться. Да что ты, Зина? Я прошу тебя. Отойди. Женя. Женечка. Женя. Женя. Давай. Давай. Бегай за ним. Так всю жизнь не будешь бегать. Сопли потирать. Папа, а ты сегодня звонил? Девчонки, простите меня. Не, я не звоню. Ну, просто работы очень много. Ты руки вымыла? Вымыла. Молодец. Вот и ешь. Молча. Молча. Алина. Женя. Алина. Женька, ты чего? Родители, они волнуются. Слушай, что, болит? Это все из-за вас. Меня папа отлупил из-за того, что вы ему позвонили. Да. Я не знал, что у вас так в семье. Алина, слава богу, я тебя нашла. Да что ты за мной все уходишь? Перед ребятами стыдно. Никому не нужна. И тебе тоже. Все вы притворяетесь. Неправда. Ты мне нужна. Ты папе нужна. Ты маме нужна. Маме. Как это? Слушай, ну я... Я правда считаю, что ты способная девочка. Да, и умная. Знаешь, ты знаешь, хороший человек, он должен уметь защищаться. Защищаться. Постоять за себя. Я научу тебя защищаться. Прости меня, правда. Но я же не знал. Меня мама просила, чтобы я всегда была рядом с тобой. Ну как же я могу ее подвезти? Я тебя не дам обиду. Пока буду жить. Ну, пойдем домой. Пойдем. А можно я ее с собой возьму? И его? Конечно, можно. Забирай. Мир. Ну вот и отлично. Давай я тебя домой отвезу. А то простудишься. Будешь потом на тренировке, как... Как Портос. Кто? Ну, Портос. Тартаньян и три мушкетера. Александр Дюма. Здоровяк там такой был. Дрался-то хорошо. Я сейчас уже на тебя. Толстый такой, вялый. Что ты хочешь? Я должен на котенка накормить. Замерз. Оп. Давай. Ой, холодно. Давай, давай. Я подержу его. Раздевайся. Ой, мой хороший. Это еще что за подзаборное несчастье? Ольга Викторовна, ну пусть он поживет. Смотрите, какой хороший. Нет. Блохастым в этом доме не место. Но... Будет так, как сказала я. А я знаю, что ты не папе звонила, а дядьке какому-то. Ах ты! Ольга Викторовна, не надо. Дрянь. Быстро в свою комнату. Быстро. А вы не в свое дело. Не лезьте. Зачем вы так? Зин, ну давай, где ты ходишь? Значит, смотри, Жека, медаль надо обмыть. Это традиция такая. Так что пей. Пей, Жек, ты сегодня заслужила. Нет. У тебя сегодня двойной праздник. И день рождения, и первая победа. Женечка, мы тебя поздравляем. Ты наша радость. Ты наша гордость, Женечка. Гордость, надеюсь, не последняя. Да, точно не последняя, Федор Степанович. Это, это начало. Я думаю, что в следующем году будем сдавать на первые юношеские. Ну. Подождите, а не рановато ли? Зин, ну... В самый раз. Давайте. За тебя, Женечка. А, а я говорил. Говорил, будет чемпионка, а? Спасибо, Олежа. Насталил на путь истинный. А то ведь ни в какую не хотел. Ха, все из-под ремня. К даримням можно только всю охоту отбить. Она девочка способная, у нее реакция, как к хамелеоне. Хоп! О, молодец. Как у ящебицы, что ли? Ну, понимаешь, они с виду такие спокойные, вальяжные. А попробуй поймай, хвост только в руках и останется. Вот. Я же кое-что тебе принес. Сейчас. Федя. Ну что? Ну, притормози. Вот. Держи. Бери, бери. Это моя первая. Счастливая. Я с ней всегда выигрывал. Какая красота. Я думаю, что и сосед дрель вернет, наконец-то. И ночью можно ходить, никого не бояться, да? Ну? Ну, покажи, Жека. А? Молодец. Нравится? Спасибо вам огромное. Спасибо большое. С днем рождения, Алиночка. Всего наилучшего. Спасибо вам огромное. Ольга Викторовна, когда горячее подавать? Минут через пятнадцать. Хорошо. Кирюша, Кирюша. А, так. А давай откроем? Нет, я хочу сама. Ну что, я думаю, настало время для нашего подарка для главной принцессы этого дома. Ура! Поздравляем! С днем рождения, Садмишка. С днем рождения, Садмишка. С днем рождения, Садмишка. Ну что, Альочка, открывай. Тебе нравится? Ну чего? Что? Вообще-то, она собаку хотела. Вообще-то, Вадик, вот когда у тебя будет день рождения, вот тогда и будешь заказывать тебе подарки. Плохая затея была. Надо было собаку лучше купить. Да какую собаку? Она портит в доме всё. Солнышко, ну не расстраивайся. Ты собаку хочешь? Ну, значит, купим тебе собаку. Прекрасную хозяйку этого дома. Спасибо. Федь. Зина, ну чего ты начинаешь, а? День рождения, всё-таки. Детский день рождения, а не твоя попойка. Женечка, солнышко, а давай спать. Давай. Для тебя, Жек. Всё для тебя. Ты же знаешь, всё для тебя. Проводите. Проходите, пожалуйста. Да, да, проходите. Всего доброго. До свидания. До свидания. Папа, быстрее. Папа, быстрее. Папа, быстрее. Девочка, что-то случилось? Ты почему не впасть в крылья? Что я его вошла? Значит, что бы я рекомендовала тебе по этому поводу? А что случилось? Ты почему не спишь? Папа, я видела, как они целовались. Кто? Мы с Игорем? Кто тебе показался, наверное? Ты устала? Ладно, я, наверное, пойду. О работе поговорим попозже, да? Да. Спасибо вам большое за приглашение, Кирилл Алексеевич. Ваш последний проект просто бомба. Спасибо. До свидания. Игорь, я на почту тебе референ сброшу. А, да-да-да. Да, счастливо. Оля, как тебе не стыдно? При посторонних устраивает такой цирк. Папа, она врет. Не слушай ее. Алиночка, я в последнее время замечаю, что ты постоянно бежаешь шить и уволена. Но это очень нехорошо. Это некрасиво, это непорядочно. Ну что ж, я так понимаю, на самом деле мне здесь делать больше нечего. Я сделала все, что могла. Я устроила такой праздник. Столько подарков. А что я получаю в ответ? Врет. Ложь. Слежки. Нет, я так, я так жить не смогу. Я думала, что мы одна семья. Папа, она тебе врет. Она все врет. Марш в постель. Кирилл Алексеевич, ну так же нельзя. Ольга Викторовна, она тоже иногда бывает неправа. Да? Да что вы такое говорите? Ах, так вот, кто у нас тут играет в головную скрипку. А я-то думаю. Я зря на ребенка получается Гришева. Вот зачем вы настраиваете Алечку постоянно против меня, а? Это неправда. Я не настраиваю. Кирюша, ты должен выбрать. Или я, или она. Кирилл Алексеевич. Кирилл Алексеевич. Кирилл Алексеевич. prov αναпускаться Тимилл Алексеевич. Не защищает Тимилл Алексеевич. Женечка, а ты хорошо подумала? Да, мам. Так, ну правильно, а че, давай. Действительно, столько лет стараний, трудов, успехов. Правильно, все коту под хвост. На металлолом понесем, а? Так, а ну поставил это назад. Зря я, что ли, корячился, а? Феденька, ну чего ты заводишься? У Женечки сегодня день рождения. День рождения? Так может мне ей еще ножки поклонились за то, что она здесь выпендривается? Я здоровье потерял, я работу из-за нее потерял. Ну, ну при чем здесь она? Ну, если бы ты меньше пил, не было бы той аварии. Ты что, мне увлекаться сейчас будешь, а? Да я эти драные тачки день и ночь ремонтировал, чтобы она, чтобы она человеком стала, чтобы она в люди выбилась, а она художник. Какого черта? Я ведь думал, она в физкультурный поступает, а она в академию решила. Кто тебя возьмет с этой мазней-то, а? Главное так врать родителям. Я не врала, я ходила на курсы, которые сама оплачивала. Что? Ну, Феденька, ну она с детства любила рисовать, помнишь? Ну не поступила она в этом году, поступит в следующем, да? Да куда она, блин, поступит? Она спорт предала, там не любят таких. Вон Олег за границей, он награды получает и процветает. И ты бы могла, ты бы лучше могла. Я сделала все, что ты хотел. Это же ты меня в спорт отдал. На, 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 поставь у себя, любуйся. Сэр, я хочу распоряжаться своей жизнью сама. И в художественную академию я все равно поступлю. А если тебя что-то не устраивает, нужно было второго ребенка рожать. Он бы оправдал твои ожидания. Женечка, ну может папа прав, но зачем тебе эти художества? Мам, понимаешь, я должна была попробовать. Это же моя жизнь. Все эти победы, они для вас, для него. Устала я. Мамуль, ты не переживай, пожалуйста. На работу я устроилась, поработаю годик, а потом посмотрим. На шее у вас сидеть не буду. Ой. Взрослая стала. Ладно, побегу я. Давай. У меня же первый рабочий день. Ой, или ты серьезно. Я с тобой. Только папе не говори. С днем рождения, доченька. Детка, ты моя хорошая, рано ты сегодня. Проходи, проходи, моя хорошая. Да я решила перед парами забежать, а то потом времени не будет. Мы сегодня вечерний город рисуем. Я тарелочку возьму, можно, да? Да, конечно. Слушай, ну что ты все время столько мне таскаешь всего? Да мне всего хватает. Ну зачем ты тратишься? Ага, конечно. Я что, не знаю, ты на нас полжизни проработала, а сейчас вон подъезды моешь. А ведь могла найти работу получше. Я что, не знаю? Нет, не могла. Я с вами в семье жила. В родной семье. Ну хорошо, спасибо тебе. Знаешь что? Я приготовлю что-то вкусненькое. А ты после своего пленера со своими друзьями придешь, и я вас хорошенько накормлю. Тут же на целый пол хватит. Ну, это ж здорово. Спасибо тебе огромное. Моя девочка, а что там у тебя дома? Ты давно ничего не рассказывала. Все в порядке? Как папа? У папы сердце, давление, подозрение на диабет. За эту неделю уже два заказа слетело. На работе. Он переживает из-за этого. Мачеха? Ольга. Ну а что с ней сделается? Я стараюсь ей меньше на глаза попадаться. Отец ее любит. А она? А мне уже все равно. Лишь бы он счастлив был. Это сегодняшние газеты. Посмотрите. Общественность требует… Что? Прекратить застройку? Спорткомплекса Ольшанского под угрозой. Англичане разрывают контракт. Как же так, Кирилл Алексеевич? Мы же вчера все подписали. Да, мы подписали. И никакой застройки нет и в помине. А тем более мнение общественности. Мне сейчас звонили мои партнеры. Конфиденциальность нарушена. Вот, полюбуйтесь. У нас проект еще не закончен, а тут указаны уже все недоработки. Вы понимаете, что происходит утечка информации? Ну как же так? А я не знаю, как так. От проекта мы отстранены. Буду разбираться. Это все, что я хотел сказать. Свободны все. Кирюш, пожалуйста, ты только не… Да ладно, чего? Мы же не на «Титанике». Да бог с ними, с этими англичанами. Я за тебя боюсь. Ты слишком нервничаешь. Давай уедем в отпуск, отдохнешь. А вот тогда и точно будет для всех «Титаник». Нет, если упал, надо подниматься. Ты знаешь, как говорится, что для одного ошибка, для другого исходные данные. Так вот и начнем с этих. С исходных. Так, подожди, подожди. Давай-ка, знаешь, таблеточку выпьем. Давай. Выпьем. И начнем. Да? Какой же ты у меня сильный, умный, самый-самый лучший. Прорвемся, да? Только упрямый ты. Девушка. Простите, вот так встреча. А я думаю, вы не вы. Минуточку. Пожалуйста. Зачем? Пожалуйста, для меня это очень важно. Вы для меня звезда. Я как вас увидел, забыть не могу. Как вы двигаетесь, какой напор, какая реакция. Это фантастика. А где это вы меня видели? Ну, как же, по телевизору. Вы тогда победили. Кого я победила? Ну, как же, на соревнованиях. Я не соревнуюсь. Простите, мне пора. Подождите, пожалуйста, я понимаю. Но автограф. Странная у вас манера знакомиться. Но вы учтите, я звездой еще не стала. Может, через лет десять. Спасибо. Всего хорошего. Ольшанская? Замуж, что ли, вышла? Жаль. Так, дорогуша, вот эти отсортировать, привести в порядок, к вечеру продаж. Вот эти розовые, все наперед, самый дешевый товар, ходовой, быстро продается, ширпотреб. Так, гвоздички перебери. Добавь аспиринчика. И ты, дорогуша, почитай что-нибудь о цветочках. Товар специфический, скоропортящийся. Понимаешь? А где найти информацию? В энциклопедии. В интернете, конечно же. Давай, занимайся, работай. И смотри, чтобы остатка была не более десяти процентов. А то с тебя сниму. Поняла? Да тут уже одна треть товара уставшая. Людей обманывать, что ли? Девочка моя, как ты хотела? Это бизнес. Вечером я приду кассу снимать, посмотрим, во сколько тебе твоя доброта обойдется. Дорогая моя, работай, учись. Понимаешь? И улыбайся. Вечером зайду. А кто говорил, что будет легко? Ты сильная, Женя. Справишься и с этим. Здравствуйте. 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 Да, извините. Да. Привет, Игореш. Можешь начинать действовать. Увидимся, как договаривались. Хорошо. Целую. Ну что, дорогие друзья, у нас появился новый заказчик. Что же мне с вами делать? Надувательство какое-то. Алло. Зинаида Валерьевна. Немфея, правильно? Ух ты. Да, спасибо. Да, я нашел, да. Да ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Есть кто? Продавец. 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 Я беру букет и ухожу. И не плачу. Здравствуйте. Здравствуйте. Женька. Какая ты, какая ты стала? А вы же за границей. Был, был за границей, вернулся, контракт закончился. Да, вот приехал на родину восстановить все свои связи. А ты здесь как? Ты тоже, наверное, за цветами, да? Вы продавца спрашивали? Вот он. Да ладно. А как же институт физкультуры? Тебя же брали туда без экзаменов. За все твои заслуги. Да какие заслуги? Было и прошло. Так, давай-ка ты мне расскажешь, как ты оказалась в этой оранжереи. Не нужно меня жалеть. Я не собираюсь тебя жалеть. Просто расскажи, как старому другу. В физкультурной я не поступила, потому что я захотела учиться в художественной академии. А чего вы смеетесь? Я не смеюсь. Просто странно это. А чего странного? Я рисовать любила, я ходила на курсы. Ну, просто я не поступила. По конкурсу не прошла. А спорт, ну вы же сами знаете, это прихоть отца, не мое это. Людей колоть. Да? Так ты в детстве говорила. Да. Понятно. Но это меня рядом не было. Ты же могла стать отличным тренером. Я уже не говорю о том, что могла выступать. Видать, придется мне заняться твоим перевоспитанием. Участь у меня такая тренерская. Какая еще участь? Вы за цветами пришли? Вот какой вам букет подобрать? По какому случаю? По случаю... День рождения. У девушки. Прекрасной девушке день рождения. Вот. Розы. Очень хорошие. Хорошие, да? Свежие. Тебе нравится? Я вообще больше ромашки люблю. Ромашки? Тогда, наверное, вот этот букет нравится? Да. Хорошо. Тогда я его возьму. Отлично. У вас карточкой можно рассчитаться? Конечно. Отлично. Держи. Карточка. Букет. Спасибо. Это тебе. Мне? День рождения. У тебя? Забыла? Да. Забыла. Я же сказал, я приехал восстанавливать старые связи. А тут день рождения, да еще и у лучшей ученицы. Замоталась я. Но мы не празднуем. Отец скандал закатил. Ну, тогда... Тогда я вечером приглашаю тебя в спортзал. Устроим мини-турнерчик на двоих. Тянет, наверное же, да? Ну, не то чтобы тянет. Да ладно, ну... Ну, что ты теряешь? Ну, разве что... Ну, форму, наверное. С формой у меня все в порядке. Ну и отлично. Тогда я заеду. И рапиру не забудь. И на ты. Помнишь? Ты уже выросла? Рапиру не забудь. До вечера. До вечера. Ну, давай, покажи, что умеешь. Сейчас увидишь. А ты как думал? Вот, молодец. Давай еще раз. Вот так. А так. Ну, ну. Давай смелее. Ух ты. Давай активнее. Это тебе не цветы продавать. Ну. Ну. Ну что, хочешь сказать, не соскучилась за всем этим? Лучше цветочным продавать. Ну. Да ну, в жизни не поверю. Ладно, хватит дурью маяться. Давай так. Пристрою тебя сюда вторым тренером. На год. Ну, а там дальше видно будет. Договорились? Договорились. Ну и отлично. Держи. Ну, удачи. И вам не хворы. Да, любимый. Что тебе приготовить на ужин? Угу. Хорошо. Ты на работе не задерживайся. Я еще съезжу по делам и скоро буду дома. Давление мерил? Мерить надо в течение дня. Все. Пока-пока. Ух ты. Прости меня, пожалуйста. Я сегодня долго не могу. Как-то на душе неспокойно и день тревожный. Ты стала заботливой женой. Не иронизируй, пожалуйста. Ты с инвесторами говорил? Да. Ошибки учел? Да. Молодец. А почему отвечаешь, как на экзамене? Мне кажется, эта игра затянулась. Игра? Вот как ты это называешь. Ну, спасибо. Поддержал. Я не то хотел сказать. Я готов тебя во всем поддерживать. Ну, сколько можно. Я люблю тебя. Я люблю тебя с первого курса. И ты прекрасно об этом знаешь. Сейчас, когда у нас есть фирма, нужно что-то решать. Так дальше продолжаться не может. Мне надоело врать. А тебе? А в чем я вру? Да, я обманываю его. А в чем я вру тебе? Может быть, я ошиблась. Да. Но поверь, моя жизнь совсем не то, что бы мне хотелось. Совсем не то, что бы мне хотелось с тобой. Поэтому еще немного… Немного — это сколько? Год, два, пять. Я люблю тебя. Но мне уже не двадцать лет. Я устал. Подожди, а что ты хочешь сказать? Ты что, меня бросаешь? Ты меня? В тот момент, когда все стало налаживаться в нашу пользу? Так, а что у нас налаживается? Мы просто воруем проекты! Нет, дорогой, мы не воруем. Я беру свое. Я потратила на это дело не один год. Мне нужно забрать свое и уйти. Уйти к тебе. Так, как я и обещала. Поэтому, пожалуйста, не раскисай раньше времени. Я тебе не верю. Я хочу тебе поверить, но не могу. Тебя эта игра затягивает. Извини, но я пас. Ты меня бросаешь в таком положении? В каком? Я беременна. Этот ребенок твой. Но, похоже, это уже не важно. Подожди. Так ведь это все решает. Мы сейчас же отсюда едем ко мне. И хватит мучить друг друга. Нам ничего ни от кого не нужно. Нет. Нужно. Мне нужна фирма Альшанского. И его капитал, его клиенты. И не тайна, а явно. Я хочу, чтобы та выскочка ничего не получила в наследство. Хватит с меня унижения. Я обещаю. Месяц. Месяц, не год. Я клянусь, я все устрою. Ты так говоришь, как будто бы он умер. Какое еще наследство? Все. Или ничего. Ты сумасшедшая. Ладно, хорошо. Месяц. А как ты собираешься это все забрать? У него же дочь. Есть у меня одна зацепочка. Просто я о ней совсем забыла. М? Ты сумасшедшая. Хорошо. Хорошо. Окей. Ну что? Прервемся на кофе-брейк. Ну что? На кофе-брейк? Мне нужно с тобой кое о чем поговорить. Ну так там поговорим. Нет. Мне нужно поговорить с тобой наедине. Пойдем. Присесть. Присядь. Я хочу тебя кое о чем попросить. Мы же с тобой друзья с детства. Если ты о предложении руки и сердца, то я согласен. Я серьезно. Я тоже. То, о чем я тебя попрошу, это отвратительно. Ну-ну, интересно. Короче, мне нужно, чтобы ты кое-что для меня пофоткал. Конкретней. Кое-что это, не знаю, портреты, натура, ню, порнушка. Как получится. Мне нужно, чтобы ты пофоткал мою мачеху. Круто. А Ольга Викторовна об этом знает? Нет, ты не понял. Вадим, ты мой самый близкий друг. Ты в курсе всей ситуации. Так достала? Да дело не во мне, а в отце. Я давно замечаю, она ему врет. Хорошо, в их отношения я не лезу, но у него последнее время проблемы на работе. У меня есть подозрение, что это Ольга, но у меня нет доказательств. А вот, если бы ты за ней проследил, пофоткал, у тебя фотик классный. Ну да, Ольга Викторовна та еще стерва, но… Угу. Хорошо. Ладно, забудь. Сама со всем исправлюсь. Подожди. Я сказал «но», но не сказал «нет». Я пофоткаю для тебя. У меня есть и фотик классный, и объектив новый. Побуду сыщиком ради тебя. Спасибо тебе. А вообще-то, сыщиков и героев в губы целуют. Я пошла за кофем. Yes. Красавчики вы мои. Поближе, поближе, поближе. Класс. Класс-класс-класс. Да что? Все в один момент. Алло. Алло. Вадим, ну что? Как твои дела? Я не могу сейчас говорить. Я застукал в ресторане твою мачеху с хахалем. Ух ты. Фоткай, фоткай. Только чтобы они тебя не заметили. Хорошо. То и делаю. С меня причитается. Все, 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 все. Не могу говорить. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай. Давай, давай-ка. Или это мальчик, или я ослепла. Занят? А? Вообще-то, да. Неприятности? Проект слетел. А что? Поговорить нужно. Да завтра никак не подождет. А, Леночка, я все понимаю. Я должен как-то тебе уделять время, внимание, но ухожу, ты спишь, прихожу, ты уже спишь. Все глупо это, да? Правда? Да, правда. Да. Я скучаю очень по тебе. Ладно, хорошо, давай. А о чем хотел поговорить? Пап, я тебе сейчас кое-что покажу, но ты постарайся меня правильно понять, хорошо? Заинтриговала. Так показывай. Вот. Ты из какой помойки это достала? Это что, желтая пресса постаралась? Алина, ты понимаешь, что мне без этих фотошопов проблем хватает? Пап, ты не понял. Это мои фото. Что значит, твои фото? Ну, я их сделала. Ну, то есть, не я, не важно. Главное, что это не фотошоп. Ольга тебя обманывает. Что? Что происходит тут у вас? Чего вы кричите? Что это? Забавно. Забавно. А что, вполне приличный фотомонтаж, даже угол падения света подобран правильно. Ты знаешь, я бы такого специалиста к себе в отдел без испытательного срока взяла. Адрес мастера не подскажешь? Или это ты сама? Урок светотень? Это неправда. Зачем ты обманываешь, папа? А кто тут обманывает? Я? Это… Это Игорь. Игорь Овсянников. Папа его прекрасно знает. Причем не один год. Он меня и подвозит, мы и обедаем, иногда вместе. Что из этого? Почему ты сделала такие пошлые выводы? А вот это… Вот это… Вот это подлог. Преступление. Да, да. И любой специалист докажет, что это фотомонтаж. А я, как дизайнер, знаю это точно. Это неправда. Нет, ну, вы подумайте. Мало того, что у отца куча своих неприятностей, и жёлтая пресса пишет всякую ересь. Ещё ты решила его добить? Аля, тебе не стыдно? Это неправда. Папа, Васька за ними несколько дней бегал. Так это твой дружок постарался. Боже мой, какой позор. Нет, Кирюш, ты это слышал? Она ещё посторонних людей втягивает в наши семейные дела. Вообще-то, по такому поводу в полицию обращаются. Иди. Иди в полицию, пусть они выяснят. И заодно пусть выяснят, что ты информацию конкурентам сливаешь. Докажешь? И тебе тоже придётся за клевету отвечать. Так, всё, успокойтесь обе. Алиночка, ну зачем ты это всё затеяла? Ты ж видишь, сколько у меня проблемы так. Всё, не хочу ничего слышать. Иди в комнату к себе. Я говорю, уйди в комнату, пожалуйста. Ты слышал отца? Иди спать. Кирюш, ну неужели ты можешь в это поверить? Боже мой. Воды принеси мне. Где-то я спрятал, а? Я всё равно найду. Феденька, ты можешь потише? Женечка спит. Кто? Спит наша чемпионка? Молодцы. Все молодцы. Я пока здоровый был. Все у меня на шее сидели. А теперь… Ну не правда. Ну не правда. Теперь стакана вот этого не допросишься. Ну прекрати. Где ты её спрятал? Где? А? Я всё равно найду. Я помню, вчера полбутылки осталось. Федя. А ты… Ну что творишь там? Что творишь? А ну вон пошла из моего дома! Катись на все четыре стороны! Женя! Женя! Женечка! Ну он же завтра проспится, он же лень будет. Ну не уходи, Женечка. Мамочка, ты не переживай, всё будет хорошо. Женя! Давай ещё! Оправдывайся впереди! Женя! Ну не уходи, пожалуйста, Женя! Да стоп! Кирюш, да успокойся ты. Она просто маленькая глупая девочка. И всегда меня к тебе ревновало и к памяти о Лере. Ну скажи мне сейчас честно. Вот эти фотографии, это что это? Правда? Как ты можешь так думать? И у меня что, есть время заниматься этими глупостями? Ты меня сейчас обижаешь. Ладно, прости меня. Алена себя странно ведёт, а я понимаю, она страдает. Ей нужно уделять больше времени и внимания. Кирюш, тебе скоро будет кому время уделять. У нас маленький будет. Вот это новость. Правда? Правда. Что за вопрос? А почему раньше не сказала? А? Потому что времени не было. Это уж точно не монтаж. Я надеюсь, что в этот раз будет мальчик. Наследник. Что значит в этот раз? Кирюш, ты… Я… Ты знаешь, я давно хочу поговорить, только ты не нервничай, хорошо? Меня… Меня давно мучает один вопрос. Ну, ты помнишь, ты мне показывал вот этот вот снимочек… УЗИ? Ну, Алечку. Угу. Так вот, я больше чем уверена, что… что там был мальчик. А родилась девочка. Вот… вот я и подумала, а как такое может быть? Ну, может быть, вам ребенка подменили? Ну, такое бывает. Врачебная ошибка или халатность. Но она же… она же совсем другая. Характером не похожа ни на тебя, ни на Леру. А наш сын будет весь в тебя. Не говори глупости. А почему глупости? Я считаю, что обязательно нужно сделать генетическую экспертизу. Ты понимаешь, что тогда станет понятно, почему она себя так ведет и… Это же дурная наследственность. Понимаешь, Кирюш? Лекарства принесем ее, пожалуйста. Да. Лекарства принесем ее. Прости меня. Хорошо, что я успел это сказать. Пап, да ты, ну… Да ты меня прости. Что значит успел? Мы еще столько всего с тобой успеем. Поссориться, помириться. Тебе сделают шунтирование, поставят клапан, все будет хорошо. Если ты о вчерашнем, то прости меня. Это я дура. Я не должна была так себя вести. Ты выздоравливай. Это самое важное. Нет, ты не дура. Я очень тебя люблю. А сейчас, пожалуйста, послушай меня. Только не перебивай. Если со мной что-то случится, все, что принадлежит мне, это твое. Ты имеешь полное право. Я ей просил тебя не перебивать. Ольга мне сообщила, что она беременна. Я просто боюсь, что из-за вашей взаимной неприязни ты можешь остаться ни с чем. Поэтому я составлю завещание. Я просто хочу, чтоб ты об этом знала. Ты моя дочь. И ближе тебе у меня нет никого. Пап, ты не пугай меня, пожалуйста. Давай я лучше покармлю тебя. Так, а я не поняла, почему маску сняли? Сестра! Сестра! А в чем дело? Маску почему сняли? Я спрашиваю. Вы не видите больному плохо? Ольга, я… Кирюш, пожалуйста, ты только отдыхай и молчи. Тебе нельзя разговаривать. Ты что, отца доконать решила, да? Ну, молодец. Справилась. Я прошу вас, освободите, пожалуйста, палату. Больному нужен покой. Хорошо. Пап, я приду еще. Слышишь? Приду. А с тобой я сейчас поговорю. Кирюш, одну минуточку. Так, слушай меня внимательно. Чтоб своими разговорами отца не доводила. Ты меня поняла? Кирюша, ну что ж ты как маленький? Режим не соблюдаешь. М? Вот теперь все хорошо. Да? Вот. И никаких подсобок. И ночлежек на вокзале, тем более. Бери. Мне все равно пару дней в городе не будет. Я на соревнованиях. Нет. Нет. Так. Никаких нет. Отказ не принимается. Отдохнешь. Подумаешь. Сходишь на тренировки. Отец подостынет? Помиритесь. Пьет он много. После аварии уволили. Сейчас чинит машины знакомым. За копейки. И во всем нас с мамой винит. Вот хоть из дома беги. Ну вот, что ты и сделала, да? Ничего. Начнешь зарабатывать, поставишь и сам на ноги. Бери ключи. Правда, у меня там порядочек еще тот. Но сама понимаешь, без женской руки. Вы уверены? Так. Ты уверен? Вот. Я уверен. Спасибо. Не за что. Учти, дорогая моя. Если отец умрет, то из-за тебя. Это ты его довела. Так и знай. Умрет? Да как ты вообще? Как ты можешь? Могу. Потому что ты никто. И я это еще докажу. Вот так-то, доченька. Это я. Да. Я подтверждаю свое решение. Все должно выглядеть, как самоубийство. Чисто. Это ясно? Никакого насилия. Двадцать процентов вперед. Остальное по факту? По факту. Сейчас вышлю фото. Ждите. Валюшенька, ну вот, я только из больницы иду. Там назначили разные анализы. Но уже известно, что нужно будет делать операцию. После операции могут быть осложнения. Но сейчас прости, пожалуйста. Подскажите, как проехать? Алина? Алина? Алина, что-то случилось? Алиночка, ты меня слышишь? Алина нет. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держись, подержи, подержи... Держись, подержи... Держись, держись... Сейчас, сейчас, сейчас... СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выбить или растяжение, больно. Есть врач? Надо в больницу. Не надо в больницу, Олег Викторович. Не надо, я справлюсь. Понятно. Вставай. Где у вас тут больница? У нас одна больница. Центральная. Дружба народов, одиннадцать. Давай. Давай, аккуратней. Закончил все для тебя скрыт. Осторожнее. На левую завались. Извините, а вы к травматологу, да? Да. А кто крайний? Я. Ну, если вам срочно, я вас пропущу. Да нет, не нужно. Мы подождем, да? Ну что, как у вас там дела? Понятно. Да вывыкнул, наверное. В очередь посидим. Что с ней? Переохлаждение, возможно, сотрясение мозга. Переломы есть? Вроде бы нет. Первую помощь оказали. Женя. Жека! Что с ней? Что с ней? Успокойтесь, молодой человек. В смысле? Женя? Быстро готовьте реанимацию, капельницу, анестезию и обрежьте волосы на месте ра. Что с ней случилось? Молодой человек. Успокойтесь, не кричите. Ребят, ребят, где вы ее нашли? Да, видимо, с моста сиганула. Возможно, попытка суицида. А может быть, несчастный случай. Какой несчастный? Зин, ну, где она ходит, а? Могла ведь и позвонить, а? Что же она делает-то, а? А надо было ее из дома не выгонять, и глупости всякие не говорить. Ну, мало ли чего я там. С дуру ведь. Вот именно, что с дуру. В общем, у Олега она. Она мне звонила, но тебя просила не говорить. Она вернется. Федя. Но только ты больше пить не будешь. И прощения у нее попросишь. Иначе мы ее потеряем навсегда. Что ты ее мучаешь? Что ты меня мучаешь? В общем, так, Зин, ты, когда она позвонит в следующий раз, скажи ей, что погорячился папка. Папка погорячился? Папка пусть прощения просит. Доктор, ну что, как она? А вы кто? Я друг семьи. Родственник. Состояние стабильное, угрозы для жизни нет. А как зовут пациентку? Евгения Курбатова. А вы можете мне помочь заполнить медицинскую карточку? Да, конечно. Пройдемте в кабинет. Где я? В больнице. Ты в больнице, у тебя сотрясение. Ну, не волнуйся, опасности для здоровья нет. Как в больнице? Что с папой? Мне нужно к нему. Тихо-тихо. Нет-нет. Тебе нужно лежать. А с папой все хорошо. Все нормально с папой. А вот что с тобой случилось? И что, за мной на соревнования поехала, да? Сказала, я тебя взял бы. На какие соревнования? Вы кто? Ты… Ты меня не помнишь? Нет. Так, а… А что ты помнишь? Помню, как разговаривала с Валюшей. Потом я упала в воду. Было холодно. Больно. Больно. Так, я… Я Олег. Олег Рощин. Твой тренер. Тренер по фехтованию. Помнишь? Нет. Ладно, ты лежи. Отдыхай. Тебе нельзя напрягаться. Я сейчас вернусь. Доктор, ну, она пришла в себя. Но он ничего не помнит. Это естественно. Скорее всего, у нее временная потеря памяти. Такое бывает при сильном ударе. А, знаете, давайте сделаем так. Завтра я ее покажу невропатологу. Если все будет хорошо, мы ее завтра выпишем, да? Я понял. Хорошо. – Всего хорошего. – Спасибо. Лена. Ну, вот. Операция завтра. Надеюсь, все пройдет хорошо. Врач сказал, тебе нельзя волноваться. Если за ночь поднимется давление, то придется все отменить. Ничего отменять не будем. Алина здесь? Бегает где-то. Ну, что, девочка выросла. Она мне не отчитывается. То пленэр у нее, то дискотека. Побыла у отца, отметилась, так сказать. И все. Ищи свищи ветра в поле. Ну, ты же ее знаешь, Кирюш. Вам помириться надо. Если будет малыш. Что значит, если? Будет. Мальчик. Как и мечтали. Если будет малыш, а вы… Если еще и меня не будет. Ты думать не смей, слышишь? И малыш будет, и помиримся мы, я обещаю. Прямо сегодня и помиримся. Вот, как только придет, я… Я первое прощание попрошу, прям при тебе и попрошу, клянусь. Ты только о плохом не думай. Договорились? Хорошо. Вот и хорошо. Вот и хорошо. Все. Сейчас придем домой. А там все наладится. Невропатолог то же самое говорит. Я что теперь буду? Всегда как овощи? Нет, да ну что за глупости. Это временно. Из-за удара. А там дома, знаешь, родные стены, они помогут. Все вспомнишь. Все пройдет. Давай, садись. Аккуратней. Олег, Женечка, что случилось? Я все потом объясню. Идем, 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 идем. Все хорошо. Идем. Жень, что случилось? А где я? Дома. Женечка, ты дома? Дома? Жека, что случилось? Я все объясню. Мне сейчас покой нужен. Олег, вы что, в аварию попали? Мне нужно сейчас отдохнуть. Я сама, я сама. Что у нее на лбу? Тихо, тихо, тихо. Все, все объясню. Давай, ложись. Так, а ну-ка, а ну иди сюда. Полиция уже работает. Скорее всего, это разбойное нападение. Вот гады, а! Сволочь! Да, да если б я там был. Что ж такое? Ты же мне сказала, что она в городе. Что у него. Да, она, она была у меня. Но что случилось, она не помнит. И меня не помнит. Но врачи сказали, все пройдет. В домашней обстановке. Но только ее нельзя беспокоить. Хорошо. Все, ладно, я пойду. Я своим соревнованиям сорвал. И перед начальством отчитываться. Все. Спасибо, Олег. Да. Держитесь. Федь, Феденька, ну скажи, что все будет хорошо. Хорошо. Вот. КОНЕЦ Ты проснулась, девочка моя. Тебе нельзя вставать. Ты что, ты что? Лежи, лежи, лежи. Лежи, я все сделаю, что надо. Скажи, мама тебе принесет. Как ты нас напугала. Как ты нас напугала. Болит голова, да? Я теперь тебя никуда не отпущу, слышишь? Я теперь всегда буду с тобой. Мама всегда будет с тобой. Мама всегда будет рядом. Дотя? Дотя, я того, это, погорячился, а? Я ведь этих негодяев. Если б… Да я б их… Я б собственными руками. Ты ж знаешь. Да. Папа же за тебя. Он у нас герой. Ты прости его. Ага. Ты… Ты, наверное, хочешь отдохнуть, да? Да. Ты, главное, не волнуйся. Мы сейчас пойдем с папой приготовим оладушек. Да. Твои любимые. Конечно, Зина. Давай. Со сгущеночкой. Ты отдыхай. Да. Ой! Ух ты! Неожиданно! В смысле? Ты? Как дела? По обеду привез? Ты… Ты голоден, кстати? Я хотела приготовить бобовое косуле, потом я вспомнила, что я его готовить не умею. Какое косуле? Тебе скорую нужно вызвать? Ты как себя чувствуешь? Мне? Скорую? Зачем? В смысле? Так, я… Подожди. Почему ты ходишь? Тебе лежать нужно. Мне лежать? Там родители твои, они, наверное, с ума сходят. Ты… Ты на волосок от смерти была после травмы такой. Ты нормальная после больницы? После какой травмы, Олег? С тобой все хорошо? Подожди, а… А… Что? Что? Так, а… Как это? Так… А… Как это? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Что будем пить? Кофе? Кофе потой. Попил? Игорь, у нас садители не нужны. Ну-ка, пойдем к вам, поднесли. Управишься сама? Да. А что это еще такое? Что вы здесь забыли и как вы вошли? Простите, Ольга Викторовна, я через черный фото просто не хотела беспокоить. Повторяю вопрос. Что вы здесь забыли? Я пришла к Алечке. Дело в том, что позавчера я говорила с ней по телефону. И вдруг что-то… И вдруг что-то… О боже. А вы на Ольшанских собираетесь всю жизнь кататься? Или вы думаете, что я не знаю, что она вам деньги, еду выносит из дому? А вы принимаете, как поверушка. Вам не стыдно? Аля дома? Нет ее. Я думала, она у вас. Нет. У меня ее нет. И на телефон она тоже не отвечает. Да что вы раскудахтались? Господи. Да ну не маленькая она уже. Хватит ее опекать. А, Кирилл, Кирилл Алексеевич, он дома? Я прошу вас, пожалуйста, дайте мне его новый номер телефона. Нет его. Нет его и не будет. По крайней мере для вас. А знаете что? Идите-ка отсюда. Если сунетесь к нему в больницу, я не знаю, что я с вами сделаю. Красивая вы женщина, Ольга Викторовна. И умная. И талантом Бог не обидел. Могли бы жить счастливо. А ведь не живете. Когда Алечка вернется, скажите ей, чтобы позвонила. Волнуюсь я. Это бред, Олег. Да, это… Это какой-то бред, но… Слушай, бывают в жизни совпадения, но… Но такие… Ну не знаю. О чем мы фигней страдаем? Давай позвоним. Кому? Родственникам. Родителям моим, папе и маме. И проверим твою адекватность. Апельсинку? Алло. Зинаида Валерьевна, это Олег. А, Олежка. Скажите, пожалуйста, как там… Как там Женя? Ничего. Я уже ужин готовлю. Женечка потихоньку приходит в себя. Поела. Аппетит хороший. Температуры нет. Молчит только. Не отошла, видимо, от шока. А отец от нее не отходит теперь. Видно, правильно люди говорят. Не было бы счастья, да несчастье помогло. За целый день рюмки не выпил. Так что все в порядке у нас. Спасибо тебе, дорогой. Приходи. Всегда рады. Ну пока. Пока. Сырники горят. Спасибо, Зинаида Валерьевна. Вот. Сырники горят. То есть я там. И у меня там все хорошо. Да, но ты здесь. И, по-моему, у тебя все плохо. Получается так? Я здесь. И у меня все плохо. Ну а там тогда кто? Я… Я не знаю. Слушай, нужно поехать и все выяснить. Что выяснить? Что мои родители пустили в дом чужого человека? Ты… ты… ты не слышишь, что я тебе говорю? Она… она копия тебя. Она… она как две капли воды. Ты. Ну тогда мне, наверное, туда ехать нельзя, потому что родители с ума сойдут. Да и с папой я еще не помирилась. Ладно, значит я еду туда сам. Куда? Сейчас? Сейчас поздно. Ну да. Абсурд. Жака, давай я тебе оладушку в ума стащу. С кухни. А? Как в детстве. Помнишь? Мы у нее оладушки воровали, а она только оглянется, а все. Тарелка пустая. А мы… а мы где? В ванной. Закрылись и жуем. За ушами трещит. И с фонариком. А почему с фонариком? Так вкуснее. А… А рапиру свою. Помнишь? Первую. Счастливую. Это тебе… Олег. Олег, тренер твой. Подарил. А? У тебя день рождения тогда был. Первую победу твою праздновали. А? Помнишь? Это же его была. Счастливая. Он с ней всех побеждал. И ты потом побеждала. И медальку твою обмывали. Ты еще удивилась. Зачем медаль топить? А какую медаль? Медаль? Твою медальку. Первую. У тебя же их много. Ты же… Сейчас. Ты же у нас чемпионка. Гордость наша, а? Это все твои. Счет там… Это… У тебя очень хорошо в этом спорте получается. Олег всегда говорил, что у тебя реакция, как у хамелеона. Как у ящерицы, что ли? Да. Ну, вот. Помнишь? Ты так вот… В детстве всегда и говорила. Помнишь? Ладно, ты… Ничего-ничего. Умелуйся. Не страшно это. Ну и… Слушай, давай я тебе позавтракать-то принесу. А мама же, наверное, напекла оладушку-то и с вареньем твоим любимым земляничным. А почему вы? А? Ты хромаешь. Ты хромаешь. Да… Это ж… Было дело. Сейчас приду. Как она? Спрашивала. Почему я хромаю? Я ей медаль показываю. Она не помнит ничего. Ничего. Федь, она вспомнит. Она обязательно вспомнит. Федор, ты чего туда полез? Зинь, ну чего ты? Я ведь не-не. Я варенье земляничное пообещал ей к оладушкам. А, да. Я вот сейчас ещё одну порцию сделаю. Это Олег. Я его на завтрак пригласила. Ага. Можно? Рисуешь? Здорово. Может и правда тебе нужно было в художку поступать? Так а я… А я разве не в художественной академии учусь? Ты ж сказала, по конкурсу не прошла. А, да. Жалко. Хотя странно. Как себя чувствуешь? Голова немного кружится, а так хорошо. Понятно. Родителей вспомнила? Очень милые люди. Угу. Ясно. Значит не узнала. А это? Медали. Кубки какие-то. Какие-то? Это твои кубки. И медали твои. Да. А это кто? Это вы? Так. И, наверное, я. Я сумасшедшая, да? Я ничего этого не помню. Я никого не знаю. Так всегда теперь будет. Я говорила врачам, я говорила о полиции, что я совершенно по-другому все помню. Они мне не поверили. Атика, ты, ты мне расскажи. Я поверю. Итак, я Алина Ольшанская. Это совершенно точно. Здесь я впервые. Этих милых людей я не знаю. Вас я тоже не знаю. Как я очутилась здесь, я понятия не имею. И про эти олапки, и про медали. И это правда. Да. Это правда. Вы мне верите. Ну, тогда у тебя, скорее всего, есть двойник. То есть? Это все, это все очень странно. Брит какой-то. В общем, это, это Женя. Это моя бывшая ученица. Она здесь живет. Сейчас она в моей квартире. Как она там оказалась, неважно. Но вы, вы похожи, как две капли воды. Господи, я не сумасшедшая. Какое счастье. Так у меня отец в больнице. У него операция сегодня. Мне нужно к нему. Срочно. Там, там мачеха, там Валюша. Нет, 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 нет. Стой. Нормально? Хорошо. Ну, уйдешь ты сейчас. И что? Ну как? Все станет на свои места. Да нет, в том-то и дело не станет, понимаешь? Ну, кто-то этот механизм запустил. Ну, хорошо. Предположим, ты, ты уедешь. Сюда вернется Женя. И она будет участвовать в следствии. Но, но она же ничего не знает. Ты единственный свидетель. Во-вторых, если вы не двойники, а сестры, может быть, они что-то об этом знают? Как ты оказалась в чужой семье? Почему? Ну, и в-третьих, на тебя совершили покушение. И где гарантия, что это не повторится? Так что это нельзя так оставлять. Так а что делать? Не знаю. Давай, давай начнем с самого начала. Хорошо. Итак. Моя мама умерла восемь лет назад. Зинаида Курбатова. Это моя мама. Я здесь родилась. Вы не могли бы найти данные о родах? А зачем это вам? Зачем? Понимаете, мама в последнее время себя не очень хорошо чувствует. И врач предполагает, что это может быть связано с какими-то патологиями при родах. В общем, диагноз он не может правильнее поставить. Поэтому нам нужно узнать, как проходили роды. Документы удостоверяющей личности. Ага. Вот, пожалуйста. Хорошо. Курбатова. Зинаида Валерьевна. Угу. А год вашего рождения? Двухтысячный. Угу. Курбатова. Нашла? Нашла. Угу. Курбатова Зинаида Валерьевна. Родилась двойня. Девочки-близняшки. Но один ребенок умер при родах. Асфиксия. Но у роженицы патологии не было. Чем могла, тем помогла. В общем, дело пахнет либо врачебной ошибкой, либо преступлением. Нехилая ошибка. Каким преступлением? А может быть, тем и тем. Слишком много вопросов. Как Алина оказалась в чужой семье? Ее отдали. Продали. Знают ли об этом твои родители? Знают ли Альшанские, что Алина им не родная? Это нужно пойти и узнать. Куда? Куда ты сейчас пойдешь? К Альшанским. Мама с папой не могли отдать мою сестру. Это богатые могут за деньги все, что угодно. Купить, похитить. Давай, давай ты не будешь кричиться. Если можно купить все, что угодно, то все можно и продать. Логично? Нет. Нет. Я не верю. Мы не будем играть. Верю, не верю. Есть план. С Алей мы уже его обсудили. Теперь послушай и ты. Ты же все-таки у нас старшая сестра, да? Хоть и на пять минут. А она красивая? А… А… Кто? Сестра моя. А ты… Ты в зеркало посмотри. Ух ты. Привет. Я ключи потеряла. Аля, а где ты была? Я сейчас быстро позавтракаю и поеду к отцу в больницу. К папе. Ты же не против? Тебе не было двое суток. Объяснись, пожалуйста. Придурок. Какой-то напал. Увез куда-то. Капец, думала мне. Ну, то есть умру. Боже мой, как кошмар. А он сумку отобрал, из машины выпихнул и уехал. Вот так вот. День в больнице, день добиралась. Но ты не парься. Все же хорошо. Что значит «не парься»? Ты что, не понимаешь, что тебя могли убить? Ты лицо его запомнила? Внешность? Не успела. Ничего страшного. Полиция разберется. Полиция? Угу. Меня в больнице допрашивали. Да, полиция. Это хорошо. Угу. Ну что, пойду переоденусь, да? Да, да, конечно, иди. Угу. Аля, а что у тебя с прической? Ты челку подстригла? Угу. Подстригла. Угу. Угу. Алло. Да, да, вошла. Ольга на меня с вопросами набросилась. Я выкрутилась. Ничего себе. Капец. Как она на меня похожа. Да, 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 я слушаю тебя. Да, я помню зайти к отцу в больницу, проведать его. Угу. И к Валентине. А кто такая Валентина? А, Леша. Хорошо, ну ты мне брось ее адрес СМС-кой. Куплю продукты, успокою. Привет ей передавай. Пусть не волнуется. А самое главное, пусть с отцом построже. У него всегда в правом верхнем углу на кухне чекушка. Пусть выглядит. И сегодня четверг, значит, мама дежурит в школе. Пусть она сделает ей бутерброды с собой. Потому что мама забывает и всегда голодная ходит. Угу. Ладно. Давай на связи. Пока. Я ушла. Возьмите тебе. Ой, спасибо. Я всегда забываю, а мое солнышко всегда помнит. Ты присматривай за папой. Ага. Хорошего тебе дня. Тебе тоже хорошего дня. Пока. Мать ушла? Ты это, иди к себе в комнату. Ложись. Тебе спать надо, отдыхать. А я сейчас пока обед поставлю. Разогрею. Я… Я тебя позову. Где же она ее прешила? Сковородку эту. Сковородка за спиной. Ну да. Ага. Почему вы… Почему ты пьешь? Жизнь заставила. Дотя. Так бывает. Жизнь? Да. Жизнь. Я всегда думала, что человек сам распоряжается своей жизнью. Верно, думал. И говорил так всегда. И что? Да распоряжалась. Спорт бросила. В институт не поступила. И что? Вышла. Ничего. Все как у меня. Ну, она хотя бы… То есть я… Я хотя бы попробовала. А ты? А что я? У меня когда-то все планы рухнули. Я когда-то мастерскую хотел открыть. У меня все клиенты были прикормлены. У меня лицензия была на руках. Я… И что? Как будто ты не знаешь. Не готов я был к детям. К детям? К детю. То есть я тебе жизнь испортила. Так, слушай, Жака. Ты… Ты меня не путай. Я просто пытаюсь тебе объяснить, что не всегда в жизни ты всем руководишь. Иногда случаются неприятности. Я, вон, инвалид теперь, да? И что? Ни один ведь сервис нормальный. Меня на работу не берет. Им инвалиды не нужны. И приходится по дворам под машину лазить. А думаешь, много там денег под машинами-то? Кушкин слезы. Ты машины ремонтируешь? Так это же здорово. Отец моего приятеля недавно купил сеть элитных автомастерских. Они будут персонал набирать. Я попрошу с ним поговорить, и тебя возьмут. Очень интересно, откуда у твоих приятелей отцы такие, а? Да. Сетью мастерских. Приятелей-приятелей. Да это у меня наскоки бывают. Ты это, правда, иди и ляг. Отдохнешь, да? А я, а я пока обедом займусь. А водку можешь не искать. Ее в доме нет. Все в мать, а? Все в мать, а? Пап? Папа. 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 Его не нужно сейчас беспокоить. А как он? Не переживайте. Все прошло нормально. Но он должен быть на аппарате. Через пару дней придете и сможете с ним пообщаться. Он перед операцией постоянно о вас спрашивал. Я приду, пап. Спасибо вам. Папа. 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 Здрасте. Я Калинки. Можно? Можно? У вас все хорошо? Проходи. Спасибо. Неждан! О! Ничего себе! Какая бойкая стала! А ты почему еще не собралась? А куда я должна была быть собранной? А, так ты забыла, куда мы по субботам ходим? Просто из головы вылетела. Я тебе все утро звонил, звонил. Трубку не берешь. А я телефон потеряла. Ну, ничего, я тебе подарю на день рождения. Иди собирайся. Ага. А как мы туда попадем? Ну, обычно через двери попадаем, но сегодня можно через окно. Угу. Я имею в виду на машине или… Ну, подружка. Машину я себе еще не купил. Угу. Ну, иди собирайся. Ну, я пойду. Да. Собираться? Да. Ага. Ой, а вы, как всегда, вот это прекрасно выглядите. Блин. Угу. 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 Пойдем? Курточку не забудь, там холодно. Курточку. Хорошего вечера, Ольга Викторовна. Кажется, эта девушка раньше никогда не побеждала, а сейчас все шары в десятку, поздравляю. Ничего себе! Где ты так научилась? Да ты скоро сама инструктором сможешь быть. А у меня учитель хороший. А помните, как Алинка раньше плохо играла? Нет, не помним. Давайте за хорошего учителя. Ура! Ты тоже за учителя выпьешь? Ну, спасибо тебе, Пальсен, Пальсен. Первое приятное слово за десять лет. Учитель. Звучит. Десять лет. С детства, что ли? Ну да, уже как-то стыдно даже дружить, жениться пора. А это уже… решено? Да. Еще с первого класса решено. Так что, теперь, когда ты такая красивая, то уже точно пора. Не знаю. Это неправильно. А что это у тебя здесь? Ладно, Золушка, что-то ты не в настроении шутить сегодня. Скажи, ты злой мачехе свои фотки показывала? Ну, те, что я сделал. Да. Хорошие фотографии. А, хорошие фотографии. Да они офигенные, эти фотографии. Я за ними бегал и в дождь и в снег, чтобы для тебя их фотографировать. Конечно, Игорь и Ольга Викторовна не те еще конспираторы, но кое-что удалось откопать. Ты знаешь, мне кажется, ты действительно права. Но это она сливает ему инфу. Только я не понимаю, как можно так долго вас с отцом за нос водить. Ну, правда, у нее есть информация. Любовник в другой фирме. Готовит себе другое гнездышко. И ты уверен в этом? Ну, это ты была уверена, а я так. Помог тебе? Тём, чего ты загрустила? Ну, пойдем. Давай, ставим бокалы. А куда? Ну, сбежим куда-то отсюда. Пройдемся, погуляемся. Да. Я не могу сейчас говорить. Я же сказала, не сейчас. Обстоятельства изменились. Это с работы. Вот ведь люди знают же, что у человека сердце больное почти при смерти и наяривают. А так разве можно говорить? Да. Прости, это я… Это я что-то… Это я от нервов. Я сама не знаю, что несу. Аля. Я иногда бываю неправа, риска с тобой. Ты прости меня. Если с Кириллом что-то… Я не знаю. Я не переживу. Я… Я с ума сойду. Папа просил, чтобы мы с тобой помирились. Это его воля. Нам надо вместе держаться. Понимаешь? Вместе. Мы одна семья. Одна. А к этой тетке больше не ходи. К Валюше своей. Она, если захочет, может половину наследства оттяпать. А ты у нас, девочка, доверчивая. В общем, ты меня поняла. Мир, ради отца. Вот и замечательно. Ой, девочка моя. Проходи, проходи. Господи. Как же я переволновалась. Я тебе звоню. Ты не отвечаешь. Я тебя дома не застала. Я вообще не знала, что мне думать. А что ты стоишь? Как неродная. Давай, 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 раздевайся. Снимай. Да, да, да. Все хорошо у тебя? Да, да. А как дела? Хорошо. А ты прическу поменяла? Ой, тебе идет. Да, спасибо. Ой, слава Богу. Ведь я ходила к Ольге Викторовне, когда тебя искала. Так ты знаешь, она меня выставила. А чего вы так волновались? А почему ты меня на «вы» называешь? И я тебя чем-то обидела? Ты меня всегда Валюшей звала. Что-то случилось? Ольга постаралась. Нет. Нет, не обращай внимания. Это я так. Случайно. Ты знаешь, а ведь ты права была. С детства была права. А мы тебе не верили. Даже я. Я же думала, что ты из ревности с мачехой-то воюешь. А в чем я была права? Понимаешь, я когда тогда тебя искала, пришла туда, это было раннее утро. Так вот, вот этот Игорь, он там был. Ну, вот этот вот Игорь, о котором ты папе всегда говорила, он вышел из ее спальни. Боже мой, Кирилл Алексеевич в больнице. Тебя нет. А тут такое. Главное, что они себя так ведут, как будто бы уже все решено. Как будто бы и бояться уже больше нечего. А вот Ольга говорит, что ты претендуешь на часть наследства. Наследство? Я? Наследство? Интересно, по какому это право? А от тебя, моя девочка, мне ничего не нужно. Я Лерочке давала слово, что буду за тобой присматривать. Моей маме. Ну да. Но я же с вами с молодости и в радости, и в горе. А потом ты родилась. Такое долгожданное счастье. Бедная Лерочка. И Кирилл Алексеевич тоже был очень счастлив. Они вообще такая были пара. Они так любили друг друга. А почему вы, ты, говоришь, что моя мама была бедная? Потому что она умерла? Ну да. Но еще потому, что она ведь три раза родить не могла. Но ведь я же тебе рассказывала. Ну так я же маленькая была. Угу. Она три раза родить не могла. Здоровье свое на это положила. Ну а потом ты и родилась. Какое счастье. Какая радость. То есть мама родила меня нормально? Ну трудные, конечно, были роды. Очень трудные. Ну потом Лерочка отошла, а ты? Ты родилась здоровенькая. А что ты все расспрашиваешь сейчас? Да так просто интересно стало. Хорошо, на улице. Наконец-то с вами на прогулку вышла. С тобой. Давай на «ты». Давай. Слушай, я не просто так заехал. Там Женька сейчас у меня дома. Может быть, вам пора наконец-то познакомиться? Наверное, пора. Тогда в магазин и ко мне. Давай. Ты как? Ты готова? Дай минутку. Готово. Женя! Готово. 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 Да. Готово. их утром вдвоем. Да. И она уверена, что ребенок от Игоря. Да я и так это знала. И что она заказы Игоря сливает. И что она отца бросить хочет. И что я ей поперек горла. И что она могла совершить покушение? Ну, не настолько она. Хотя. Да. Так, ладно. Пусть с этим разбирается полиция. Что со вторым ребенком? Что у тебя? Да там ничего не ясно. Отец сказал, мол, ему дети были ни к чему. Так и сказал, дети? Да. Может, оговорился? Мне кажется, он очень хороший мужик. Просто нервный. Да пьет он много. Это тебе еще повезло, что он не успел из тебя сделать Шумахера или Тайсона. Знаешь, я не против. Если честно, я бы еще пожила какое-то время с ними. Мама, она тебя очень любит. Я такую любовь. Только в детстве помню, и то недолго. Да ладно тебе, не прибедняйся. Папа тебя тоже очень любит. Запутался просто. Знаешь, а я бы еще на твоей королевской кровати тоже поспала. Все ясно. Сговорились. Ладно, нам это на руку. Алина ближе познакомится с родителями. Но у тебя, Жень, задача посложнее. Это Ольга. А за ней нужен глаз да глаз, если все подтвердится. Любовник, ребенок, слив информации, то это... То я для нее большая помеха. Две. Две больших помехи. Я тебе в обиду не дам, я же твоя старшая сестра. Это, конечно, все хорошо. Но что произошло 20 лет назад, м? И кто виноват? Раз у нас все такие хорошие. Раз у нас все хорошо. Ух ты. Больше вы ничего не получите, потому что вы меня подставили. Да, подставили. Потому что профессионал выполняет свою работу с первого раза. Вот если исправите свою ошибку, тогда получите все остальное. Все. А ты что, завтракать не идешь? Ух ты. Нет. Доброе утро. Не успеваю. А с каких пор это в художественной академии спортом занимаются? А что тут у тебя за сумка такая страшная? Рвань. А я сперва, а я сперва на фехтование схожу. А? На фитнес. На фитнес. Спасибо, что напомнила. Всегда пожалуйста. Ну да. Куда же без этого. Да бабочка. А ты чего не ешь? Не вкусно что ли? Нет, все очень вкусно. Спасибо. Удались? Папуль, а вот что бы ты хотел сейчас больше всего? Женька, я не-не, не грамма. Я же сказал. Потом вот это вот, папуля. Ты сразу скажи, что натворила? Папуля, потому что папуля ничего не натворила. Сейчас. Ну ты чего? Вот. Сегодня же футбольный матч, это абонемент на все ближайшие игры. А это тебе билеты в оперный театр. Подожди, подожди. Это же на матче всего сезона. Это... Вип. Да ладно, это... Такое достать сложно. Ты разыгрываешь, да? Разыгрывает отца. Нет, пап. Абонемент самый настоящий. Откуда ж у тебя деньги такие? Это ж... Это ж... Ты что, миллионершей стала? Жень, ты можешь не бояться и все нам честно с папой рассказать. Откуда у тебя такие деньги? Мам, пап, да какие деньги? У меня же две кредитки. Процентики капают. Кредитки? Какие кредитки? Ну, я денег поднакопила, карточку оформила. Какие проблемы? Какие проблемы? Взялась за ум Дотя. Ну, что? Будем завтракать? Мамуль, садись с нами. Мелкий-мотокер. Двадцать пятый сет. Алин, ну, десять минут опозданий. Черт. Давай. Ты что тут делаешь? Как что делаю? Традиция. Че, так и будешь за мной бегать? Ну, нам вообще-то по пути. Слушай, сегодня нам не по пути. В смысле? В смысле, я не иду в академию. А это тогда зачем? Алин, у тебя пять пропусков. Это нормально? Алин, ты можешь остановиться? В академию идем? Послушай, а можешь занести? А то мне нужно в одно место забежать. А ничего, что у нас экзамен, натюрморт. Вадим, послушай, ты очень хороший человек, но не ходи за мной, ладно? Алин, у нас секретов никогда не было. Может, ты влюбилась в кого-то? Так скажи мне, я ему морду начищу. Может, и влюбилась. Только тебя это не касается. Я чужого не беру, дура. Ну, все, в порядке. Это вам больше не понадобится. Будете обрабатывать перекисью. Сказала бы, что до свадьбы заживет, но думаю, это уже лишнее. Вам беречь девушку надо. Шрамы украшают только мужчины. Спасибо вам большое. Ну что, все, наверное, давай я тебя домой отвезу? Домой? Интересно. А домой-то куда? Да, получается, сейчас между двух огней. Трех. Еще художественная академия. Слушай, а поехали со мной на тренировку? У меня сегодня рабочий день, как-никак. Там Женька будет, она хочет форму вернуть. Угу, дойдешь, хотела посмотреть. А поехали. 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 Здравствуйте. А с Кириллом Ольшанским можно поговорить? Это его дочь. Спасибо. Алло, пап, привет. Это я. Как ты? Да все в порядке. Я скучаю по тебе. Я тоже скучаю по тебе, доченька. Я приеду сегодня. Ну, ты же вчера была. Займись лучше с собой у тебя, я ведь курсовую на носу. Сегодня Ольга посидит. Пап, нет, пап, я все равно приеду. Все, дорогая, он заснул. Состояние слабое, но стабильное. За подробностями звоните врачу. Все, скоро приедет жена, не волнуйтесь. Ему нужен покой. Если отец умрет, то из-за тебя. Займись лучше с собой. Займись лучше с собой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы Элина Ольшанская? Да, а что? Зайдите, пожалуйста, ко мне. Нужно обсудить дальнейшее лечение вашего отца. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, обязательно. Я зайду на обратном пути. Но только обязательно. Обязательно. Спасибо вам. Папа. Папочка. Пап. 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 Врач! Срочно, врач! Я прошу вас, человеку плохо! Девушка, быстрее! Я прошу вас, пожалуйста, ему плохо сделайте что-нибудь! Поводите! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Папа, помогите его! Я вас прошу, папа! Папа! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Молодец. Почти в форме. Где Аля? Надо позвонить ей. Давайте, активней, активней, разминайтесь. Олег. Олег. Алло, Аля, ты где? Я у папы. Он без сознания. Я понял. Я понял. Я сейчас еду. Все, никуда не уходи. Давай, да, давай. Олег, подожди, что случилось? Я не знаю. Алина, там она в больнице, там с отцом что случилось? Так, я с тобой. Куда тебе нельзя? А если он в себя придет? Или Ольга приедет? И тебе вообще тренировку нужно провести? Олег! Папочка, господи! Алло, мамуль. Привет. Как у тебя дела? Родная, у меня все хорошо. А у папы как дела? О-о-о! У отца еще лучше. Он же на международный матч по футболу пошел. На какой международный матч? Женечка, ты же ему утром сама билеты подарила. А, на международный матч, да. Ну да. Женя, может, тебе еще рановато из дому выходить, а? Я очень скучаю по вам. Так быстро. Шутница. Давай, я тебя целую до вечера. Да. Скоро увидимся. Представляешь, пап, у тебя аппарат отключился. А я вовремя успела. Ну, техника, знаете, ненадежная. Произошел сбой. Ну, ты младчина. Но как такое может быть? Здесь больница электричества не может пропасть само по себе. Здесь генератор стоит. Это... Это Олег. Это мой друг. Очень хороший человек. Ладно, вы выздоравливайте. Алина, тебя снаружи подожду. Угу. Я так рад тебя видеть. Я тоже, пап. ТОМОН СИГНАЛИЗАЦИИ. А! Карманник, что ли? Полицию! Полицию вызывали! Совсем обнагнили. Ну, пока. Привет. 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 Боже, ну как же я соскучился. Я тоже. – У тебя багажник пуст? – Пуст. Я надеюсь. Не так, как всегда? Нет. Опа! Поехали. Давай я тебе открою дверь, как галантный кавалер. Да. Опа! Я соскучился. А ты как тут? А… Нормально. Даже более тягом. Расскажу. Как ты? Ты знаешь, тоже неплохо. Инвесторы спрашивали про Кирилла Алексеевича. Уважают его. И что? Ну, я сказал, все, как мы с тобой договаривались, мой босс. Я не давил, немножечко посочувствовал, пообещал, что следующий проект мы обязательно сделаем совместно. Молодец. Едем ко мне? А тебе не кажется, что это уже как-то слишком? Ничего слишком не бывает. А с другой стороны, да. Ты, наверное, прав. Сегодня сложный день и… Не будем торопить события. А то в прошлый раз эта дура Валентина припёрлась. Меня это волнует. Я соскучился по дому и по тебе. Поехали в ресторан. А поехали. Поехали. Чё-то долго её нет. Звонила, сказала, показания уже даёт. Женя. Позвоните мне. Обязательно. Ждите здесь. А что касается вашего холодного оружия… Рапира. …то мы оформим протокол и вам вернём. Обязательно. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Ну что, ты как? Цела? Да. Придурок на пол какой-то. А так, всё хорошо. Как ты? Всё хорошо? Да, всё хорошо. Спасибо. Протокол составили. Уже второй на Курбатову. Не расплатишься, сестрёнка, до конца своих дней. Что ты говорил этот придурок? А я не присутствовала на допросе. Меня поблагодарили за храбрость, удивились. Как же это я в прошлый раз этого сверчика не наказала? У меня же реакция, как у хамелеона. Так, ладно. Идём отсюда. Хамелеон. Ну, не дуйся. Это моё дело. Я ведь знаю, какая у тебя душа ранимая. Но мы ведь всё решили уже. Ведь так? Ты знаешь, это похоже на какой-то страшный сон. Хочется проснуться. Проснуться и увидеть, что ты рядышком. У нас всё хорошо. Дом. Любимое дело. Ребёнок рядышком спит. И это всё могло быть десять лет назад. Скоро, милый. Всё именно для тебя так и будет. Об остальном я уже позаботилась. А ты не думай. Жизнь — штука жестокая. Поэтому я никогда не понимала, что такое начать с нуля. И рай в шалаше, и вся эта романтика. Это ты у нас был столичным мальчиком. А я? Я ведь всего добилась сама. Ты знаешь, я вот вспоминаю, как ты... Как ты у девчонок джинсы одолживала. Сейчас вот вспоминаю, и сердце сжимается. А ведь ты была самая лучшая. И вообще самая. Вот поэтому я сделаю всё возможное, чтобы моему, нашему ребёнку не пришлось пройти через всё то, через, что прошла я. У него будет всё. Такой я человек. И такой ты меня знаешь. И такой полюбил. Правда же? А теперь просто помолчи. Помолчи и подожди ещё пару дней. А потом, потом всё, как в твоём сне. Дом, дело, малыш. Наш малыш. Ты всегда была сильнее меня. А? Нет, дорогой. Дудки, хватит с меня. Скоро я стану слабой девочкой. А ты будешь большим и сильным. Кофе в постели хоть носить будешь? Да. И котлетки. Ну я правда голодная. Я тоже. Да, ешьте на здоровье. Да, у меня, конечно, в глазах двоится. На вас смотреть одно удовольствие. А теперь давайте по делу. Ситуация выходит за рамки личного. Я домой возвращаюсь. Я больше не могу подвергать тебе опасности. Второе нападение — это не шутка. Может, случайность? Да не верю я в случайности. Нужно всё самой выяснить. Я знаю, как говорить с Ольгой. Так, Алина, это может быть опасно. Да нет, я не думаю. Ольга, конечно, женщина решительная, но это же не французский детектив. Преступник пойман, его допросили. Я по родителям соскучилась. И знаю, как говорить с мамой. Понятно, сговорились уже. Но я буду рядом, Алина. Девушка. Я вас слушаю. Рассчитайте нас, пожалуйста. Да, хорошо. Но это ж надо одно лицо. Ну что, здорово иметь сестру-близняшку. Муж, наверное, путает. Я сейчас. Давайте я вас домой отвезу. Да. Только будет нужно махнуться одеждой. Ну, чтобы не спалиться. Женечка, ну чего ж ты так долго, а? Ну я же волнуюсь. Мамочка. А почему они сняли пластырь? Там заражение, инфекция. Что сказал врач? Ай, ай, нет, все… А что с рукой? Мамуль, не волнуйся, все хорошо. На тренировки потянула. Женька, ну ты с ума сошла? Ну какие тренировки? Ну у тебя сотрясение, тебе лежать надо. Ну ты совсем себя не бережешь. Ну, спасибо. Вот спасибо. Вот порадовала отца, а? Представляешь, наша команда еще и выгнала, а? Спасибо. Ай, ай. Извини, это место королевское, я прям все видел, даже шнурки их видел. Представляешь? Ты че? Как я по вам скучала. Че скучала-то? Утром ушла. Ты че, Жень? Так, мать, давай, давай, кормить надо. Кормить, кормить, давай. Идем, я все расскажу. Такое событие, а. Спасибо тебе, я пойду. Ну, да. Но я, наверное, тебя тут подожду, немножко, на всякий случай. Олег, целую ночь. Ну, все будет хорошо. Спасибо тебе. Пока. Пока. О, Вадька, привет. Привет. А ты чего стоишь на улице, мерзнешь? Да ничего. Шесть прогулов и одно разбитое сердце. Ух ты, спасибо. Что-что? После вчерашнего еще спрашиваешь? А что было вчера? Да так ничего. Человеком-то было. Но, не оправдала мои ожидания. Пока, Алина. Вадька, стой. Да. Еще оправдаю. Договорились. Пока. Да. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Папа тебе привет передавал. Я забегала сегодня к нему. Врачи говорят, что он идет на поправку, так что скоро вернется домой. Папа? Ты сказала, папа? Да ты, Алишенский, никто. Никто! У меня доказательства есть, что пацана они ждали. Пацана, понимаешь? А тебя? А тебя они на помойке нашли. На помойке. И ты ничего не получишь. Ничего. Я еще генетическую экспертизу проведу. И вот тогда посмотрим, как ты запоешь. Так вот, чего ты хочешь? Знай, папа не умрет, я не дам. А что касается помойки, в хорошей я семья родилась, в отличной. А вот откуда взялась ты и почему ты такая? Чего тебе не хватает? Ты всем жизнь испортила. Игорю своему. Злая, лживая. Жалко мне тебя. Ненавижу. Аля! 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 Спасибо вам. Хотя, если немного опоздали, в этот раз вам бы не выжить. И вам большое спасибо. Госпожа Курбатова, в следующий раз будьте осторожны. Алишанская. Алишанская. Поехали. Ну что, пойдем в дом? А вообще, может, лучше в больницу, а? Нет. И ни в дом, и ни в больницу. Ну, давай ко мне. Поехали ко мне, я тебя спать уложу. Да не усну я, Олег. Надоело мне все это. Поехали к Курбатовым. Прямо сейчас. Слушай, поздно уже. Да и может, хватит на сегодня стресса? Я хочу знать правду. Ладно. Давай. Тебе в порядок себя привести? В машине приведу. Давай. Ой. Зина, ну, в честь победы команды нашей, а? Такой день сегодня. Я, я по чуть-чуть. Где ты ее прячешь? ЖК, она спит уже давно. Ну, пожалуйста. На, хоть залейся. Я немного. Дурака. Я… Совсем немножко. Федя, как ты можешь? Тебе дочь такой подарок сделала, она простила тебе дурака, а ты… А что я? Да душа горит. Душа у тебя горит. Всю жизнь горит. А ты думаешь, у меня не горит? Вин, ты это… Не начинай. Не начинай. Ну, не надо. Ты всю жизнь был первым. Всегда на первом месте. Только ты… Ты не хотел, чтобы я работала, а я дома сидела. Вин, а я тебя по-человечески прошу. Ну, ну, не надо. Не надо. Я тебе сеградирую. Я думала, муж у меня. Хозяин, добытчик, руки золотые. Ты думаешь, я работать не хотела? У меня два высших образования. Ты меня законсервировал на этой кухне. Потому что ты был первым всегда. Да. А как ты девочек не хотел, а? Да пей, пей. На, пей, на. Хоть залейся. Мне все равно. Мне просто Женьку жалко. Ты никогда не хотел детей. Ты меня всегда упрекал. То тебе денег мало, то ты дело свое открываешь. А когда моя вторая девочка умерла, ты радовался, наверное… Зина, а ну прекрати. Замолчи. Одним ртом меньше. Неправда это. Слышишь? Вот, вот неправда ведь это… Кого там черт принес? Олег, ты чего здесь? Жека! А где вторая девочка? Крепитесь. Асфиксируйтесь. Тяжелый случай. Я уже не верю. Я слышала, как она кричала! Я слышала, как она кричала! Вам нужно заботиться о живом ребенке. Посмотрите. Посмотрите. Вот она кричит. Вот она кричит. Тихо, мужики. Палыч звонит доктор. Тихо, мужики. Палыч звонит доктор. Да. Степаныч, привет. Да, Палыч, что там? Как Зинка родила? Все чики-пики? Родила двойню, как и предполагали. Поздравляем. Родила. Родила. Ну, Палыч, мы в тебе не сомневались. Спасибо тебе, дорогой. С меня, как говорится, причитается, да? Да. А теперь послушай, пожалуйста, внимательно. Тут такое дело. В соседней палате умер ребенок. Родители очень влиятельные, очень хорошие, состоятельные люди. Да подожди, дай. Тише, я с доктором поговорю долго. Отец предлагает удочерить твою вторую девочку. Да я что-то не пойму, Палыч. Ты что говоришь-то? Как это можно? Да как? Ты же сам говорил, что это для тебя катастрофа. А тут семья хорошая. Девочки твоей будущее дадут. Образование. Ну ладно. Ты свое дело откроешь? Привет, передай. Сейчас, подожди. Поговори тогда. Я передам, передам. Я не понимаю, ты шутишь, что ли? Хорошо, Степаныч, тебе решать. Только решай быстрее, пока я один могу оформить смерть. Зафиксируем, как аспексия. Ну, давай. Да? Да. Палыч, давай, я согласен. Да, согласен. Долги твои все скину, а? Квиты будем. Пока. Ну что, давай, не томи. Кто родился? Степаныч, за кого пить будем? Кто? Девочка. О, девочка. Одна, что ли? Одна. Ты же говорил, двойня у тебя. Умерла вторая. Как померла? Асфиксия, сказали. Ой, случается, конечно. Ох, горе какое. Как ты мог? Как ты мог? Как ты мог? Как ты мог? Прости, дочка. Прости, дочка. Все. Все, простите. Пьяный был. Не понимал, что делаю. Что? Простите. Простите,есторожни. Наikkei и желаемого себя cell Culева. Наш лицо и помекстация? К DOC, Вы обралились. Амея и желаемых знамения, у нее. Простите за весом, centro Красота и слоподы. Амея, КОНЕЦ 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 ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН Да? Здравствуйте. Это Игорь Овсянников? Да, здравствуйте. Скажите, вам знакома Ольга Ольшанская? Да. Кем вы ей приходитесь? Ну, она моя бывшая сотрудница. А в чем собственно дело? В чем собственно дело? Она задержана и находится в СИЗО под следствием. Подождите, под каким еще следствием? Сегодня ночью она совершила нападение на Алину Ольшанскую. Вам что-то известно об этом? Какое нападение? Также она подозревается в попытке предумышленного убийства собственного мужа. Вам необходимо подъехать для дачи показаний. Да, она не могла. Извините, я ничего об этом не знаю. Больше не могу говорить. Александр Петрович, мне нужен хороший адвокат. Да я все время так спис. Не бойся. Привет. Привет. Давно меня ждешь? Да нет. Слушай, я подумал, может быть, я наконец тебя домой отвезу, а? Да не тянет меня пока домой. Я еще хочу какое-то время у родителей пожить. Серьезно? Вы же там с Женькой на одной кровати спите. Вам не тесно? Не-а. Мы с ней разговариваем. Разговариваешь? Уже обо всем переговорили. Так. Вот-вот. А тебе, кстати, тоже. Вот отсюда поподробнее. Ой, Женька мне рассказывала, как ты ее в спорт вернул, как вы фехтуете, как ты мушкетеров пересказывал. Да, бывало всякой. Но все-таки дом Ольшанских — это твой дом. Да и отца скоро выпишут. Как он там один без тебя будет-то? Я вернусь, конечно, я его не брошу. Я же его люблю очень. Ты ему вообще про сестру рассказала? Вообще хоть что-нибудь? Только про Олю. А папа никак поверить не может. Он так любил маму. А после ее смерти появилась Ольга. И… Разве можно забыть любовь? Неужели так бывает? Да. Да по-разному в жизни бывает, знаешь. Ты его не осуждай. Есть люди, которые просто не могут быть в одиночестве. А есть одна Люба. Тут… Тут неизвестно кому хуже. А Федор Степанович как? Он живет у знакомого в мастерской. Я заходила. Мама с Женькой с ним не разговаривают. Я не вмешиваюсь, им виднее. Но пить он перестал. В церковь ходит. Да? Все извиняется передо мной. Ну а я-то что? Я? Я все эти годы хорошо жила. А вот мама с Женькой… Не простят они его. А мне его жалко. Надо же, вы… Вы с Женей как две капли воды. Но при этом вы такие… Такие разные. 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 Слушай, раз ты домой не хочешь, может быть в кино? В кино? А пойдем? Идем. Привет. Привет. А я искал тебя. А чего меня искать? А мне Алинка все рассказала. Нравишься ты мне, Женька. Как Женька. Нравлюсь, нравлюсь. Нравишься, нравишься. За Алинкой мольбер ты потаскал, теперь круче будет. Мушкетерское оружие. Фехтовать научишь? Нет. Ни в коем случае. Тогда защищайся. Да ладно. Ах, ладно. Берем, нет? Да, оставь здесь. Но мне как-то до сих пор в голове не укладывается, что Ольга смогла это сделать. Пап, какие тебе еще нужны доказательства? На аппарате ее отпечатки. Ребенок не твой, а Игоря. Он теперь ей, кстати, в СИЗУ передачки и носит. Преступник, который на меня напал, во всем сознался. Вот тебе этого мало? Да нет. Я не понимаю, она была талантливой девочкой. Когда она переступила, учил в то, почему я этого не заметил? Почему я тебе не поверил? Бедная моя девочка. Как же ты натерпелась? Пап, ну не только же она переступила черту. Пока мы здесь, нам нужно кое о чем поговорить. Ой, может надо было как-то повременить. Ну как Алиночка ему скажет? Все правильно. Пусть говорит, пока он в больнице, здесь хоть врачи рядом. Да-да, Аля права. Лучший раз и навсегда. Как укол. Ну да, это же я никогда не любила людей колоть. Но чемпионкой все-таки стала. Судьба? Я боялся тебя потереть. И Лерочку тоже. Прости меня. Прости меня. Прости меня, родная. Я прощаю тебя, пап. Потому что я счастливый человек. Я безумно тебя люблю. Я очень люблю маму, и я ее помню. Вы навсегда мои родные люди. Ну что? Идем? Куда? Нас ждут. Сотрудники? Не, я сейчас никого не хочу видеть. Сотрудники. Нас ждет семья. Сотрудники. Здравствуйте. А это Женя. Кирилл Алексеевич, дорогой, как мы рады. Идем. Давай. Поехали. Пап. Иди к нам. Поехали. Поехали. Ведь это. Окей. Апанулалалалалала.